Спасибо большое, надеюсь меня слышно. Итак, коллеги, ну мне кажется, время для сегодняшнего семинара выбрано достаточно удачно, поскольку прошел по сути ровно год с момента начала действия беспрецедентных санкций в отношении России и в отношении российского нефтегазового комплекса, и время подвести некоторые итоги, обозначить те проблемы, с которыми мы продолжаем сталкиваться, и те проблемы, которые, возможно, перед нами еще встанут в ближайшее время. Начнем с некоторой констатации фактов. Здесь мы можем посмотреть, что в 2022 году российская нефтяная отрасль в целом показала высокий уровень адаптации санкционному давлению. Можно посмотреть на помесячные графики добычи, нефтепереработки, экспорта нефти. Здесь мы видим, что по добыче и переработке мы видели ощутимый провал весной прошлого года. После этого и добыча, и переработка начали постепенно восстанавливаться. Напротив, экспорт нефти показал максимальные результаты именно в апреле-мая прошлого года на фоне опасений того, какие будут санкции в отношении российской нефтянки, каким образом они будут вводиться и в какие сроки. И впоследствии, соответственно, от этого пика мы начали плавно спускаться вниз. Но по итогам года мы получили вполне оптимистичные картинки в том, что добыча выросла примерно на 2%, до 535 миллионов тонн, увеличившись почти на 11 миллионов тонн по итогам 2022 года, если мы сравним с предыдущим годом. Объем первичной переработки нефти несколько сократился, но последовательно восстанавливался после резкой просадки в первом квартале 2022 года. Но восстановление первичной переработки было связано не только с экспортными историями, но и, конечно же, с проведением специальной военной операции, поскольку, если посмотреть на структуру нефтепереработки, мы можем увидеть, что резко увеличилось производство дизельного топлива и потребление дизельного топлива на внутреннем рынке примерно на 20% по сравнению с средними многолетними значениями. Что касается экспорта, то, опять же, за счет максимумов, достигнутых весной прошлого года, общий экспорт нефти вырос аж на 7% год к году и увеличился он почти до 236 миллионов тонн. За это же время мы видим, что всего лишь за год полностью изменилась география торговли российскими нефтеналивными грузами, куда мы относим и нефть, и нефтепродукты. Если вы посмотрите на левую часть данного слайда, мы видите, что до начала СВО на Украине 35% нефти и нефтепродуктов поставлялось в нейтральные страны, в развивающиеся, в первую очередь, Китай, Индия и прочие. И порядка 65% поставлялось в Европейский Союз, Японию, Корею, США, Великобританию. Картина полностью поменялась к февралю 2023 года, при том, обратите внимание, что в суточном выражении объема экспорта примерно сопоставим. То есть мы видим, что теперь на долю развивающихся стран, в первую очередь Китая и Индии, приходится 86% экспорта российских нефтеналивных грузов, а на долю недружественных стран приходится 14% экспорта. Но самое важное, что, наверное, мы должны понять, я, наверное, вот эту линию опущу, для того, чтобы, наверное, лучше, не знаю даже, как лучше сделать, я буду так, наверное, крутить, что ключевые, что нам важно понять, что ключевые инструменты санкционного давления заработали только недавно. И это очень важно в контексте сегодняшнего выступления. Ну, мы видим, здесь представлена некая хронология введения санкций в отношении российской нефтяной отрасли в части именно экспорта российских нефтеналивных грузов. И, по сути, мы видим, что основные ограничения вступили в силу либо в конце прошлого года, либо в феврале текущего года. Речь идет, в первую очередь, об эмбарго Европейского Союза, которое последовательно было введено в отношении российской нефти с 5 декабря 2022 года. И с 5 февраля 2023 года вступило в силу аналогичный эмбарго в отношении поставок российских нефтепродуктов. Есть небольшая, правда, оговорка, что в части поставок нефти эмбарго вводится исключительно на морские поставки, то есть трубопроводные поставки российской нефти по дружбе, они формально под санкции Европейского Союза не попадают. Но об этом чуть позже. Что касается еще одной группы санкций, весьма существенных в перспективе своего давления на российскую нефтяную отрасль, необходимо сказать и о введении потолка цен на российские нефтеналивные грузы, который вводился, по сути, параллельно с вступлением в силу европейского нефтяного эмбарго. 5 декабря 2022 года страны, так называемой коалиции предельных цен, куда входят страны Большой Семерки, страны Европейского Союза, присоединившиеся к ним Австралия, они ввели потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель с возможностью пересмотра его уровня раз в два месяца. 5 февраля 2023 года был введен двойной потолок цен на российские нефтепродукты той же группой стран. Соответственно, 100 долларов за баррель для премиальных нефтепродуктов и 45 долларов за баррель для дисконтных нефтепродуктов. Ну, премиальные нефтепродукты – это светлые нефтепродукты, в первую очередь дизельное топливо и бензин. Для нас дизельное топливо принципиально важно. И 45 долларов – это для дисконтных нефтепродуктов, это темные нефтепродукты, в первую очередь мазут. Надо сказать, что когда примерно подошло время пересмотра уровня потолка цен на российскую нефть, 15 марта ряд стран наиболее активных в продвижении санкционной повестки в Европейском Союзе выступили с инициативой понижения потолка цен до 51 доллара за баррель. Потом шла дискуссия, давайте понизим на 5 долларов за баррель, но страны Большой Семерки высказались против на опасениях того, что рынок недостаточно адаптировался к текущей ситуации. Есть опасения, но это не предмет сегодняшнего, наверное, моего выступления, от того, что рынок очень несбалансирован на данный момент, и любое жесткое усиление потолка цен на российскую нефть может привести к резкому сокращению экспорта российской нефти и, соответственно, разбалансировке мирового нефтяного рынка со всеми вытекающими негативными последствиями. На данном слайде я попытался систематизировать основные действующие механизмы преодоления западных санкций в отношении экспорта российских нефтеналивных грузов. Ну, в первую очередь, если мы посмотрим, да, ключевые санкции для нас – это эмбарго и введение ценового потолка. Основной ответ России на введение эмбарго стал перенаправление российского нефтяного экспорта на альтернативные рынки, в первую очередь на рынки Южной Азии, стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Также предоставление существенных скидок при продаже российских нефтеналивных грузов в дружественные и нейтральные страны, чем мы активно пользовались в прошлом году и, в общем, продолжаем пользоваться и сегодня. В части введения ценового потолка мы ответили указом президента Российской Федерации 27 декабря прошлого года, который запрещает поставки российских нефтеналивных грузов на условиях ценового потолка. То есть, по сути, этот указ прямо запрещает российским нефтяным компаниям прописывать в той или иной форме какие-либо условия ценового потолка в конкретных контрактах на поставку российской нефти и нефтепродуктов. То есть, по факту мы можем поставлять, в принципе, на любых ценовых условиях, указ этого не запрещает, но запрещает, соответственно, чтобы формально мы соответствовали требованиям ценового потолка. Кроме того, понятно, что дополнительными мерами противодействия действию ценового потолка является активная позиция России в рамках соглашения ОПЕК+. Мы поддерживаем линию ОПЕК+, направленную на поддержание достигнутых договоренностей в прошлом году о сокращении добычи нефти на 2 миллиона баррелей странами-участницами данного соглашения, поскольку это важный сигнал не только для стабилизации рынка, но и для поддержания цен на том уровне, который достигнут сегодня. Кроме того, Россия, как вы знаете, добровольно с 1 марта по 30 июня приняла решение о сокращении добычи нефти в России еще на 500 тысяч баррелей в сутки, но на самом деле это, скажем так, никоим образом не нарушает действия России в рамках соглашения ОПЕК+, потому что мы, в принципе, не выбирали позволенную нам квоту достаточно давно. В части ограничений на страхование морских перевозок российских нефтеналивных грузов, это как санкционное давление, как санкционное действие в рамках механизма ценового потолка, Россия продолжает развивать собственную страховую систему с привлечением в том числе ресурсов российско-национальной перестраховочной компании, а также делаются попытки создания альтернативных пулов страховщиков с привлечением страховых компаний Китая, Индии, стран Ближнего Востока, Турции. В части ограничений на предоставление судов, то есть, по сути, на фрахт доступных танкеров и доступ к портам, Россия активно работает в части использования и расширения использования так называемого «теневого флота», об этом поговорим подробнее позднее. Развитие морской перевалки российских нефтеналивных грузов с судна на судно, в том числе в нейтральных водах, смешивание или блендинг российской нефти и нефтепродуктов с сырьем из других стран. Также активно развиваются взаиморасчеты в национальных валютах с тем, чтобы минимально использовать западную финансовую систему, где есть риски, скажем так, задержки или проблем с проводкой российских, или платежей за российские грузы при осуществлении экспорта российских нефтеналивных товаров. Теперь посмотрим на то, соответственно, как Россия отреагировала на вот эти самые жесткие санкции со стороны западных стран, которые были введены в декабре прошлого года и феврале нынешнего года. Мы видим, что на данный момент, собственно говоря, статистика достаточно благоприятна. По сути, можно сказать о том, что объемы российского экспорта нефтеналивных грузов, как нефти, так и нефтепродуктов, быстро восстановились после введения европейского эмбарго. Ну, надо сказать так, что сначала, после введения эмбарго на поставки российской нефти, просадка была почти двукратной. В первые буквально пару недель от трех мы поставляли до начала действия нефтяного эмбарго порядка 3,4 миллиона баррелей нефти в сутки морских поставок. Сократилось до полутора, соответственно, на середину декабря. Но уже к началу января уровень в среднем восстановился до уровня, который мы наблюдали в среднем в 2022 году. И в настоящее время, если не брать в расчет последние недели, то на середину марта уровень морских поставок российской нефти достигал примерно 3,3-3,4 миллиона баррелей в сутки. Но вы видите данные, которые пришли на 20 марта, где мы видим уже и по данным Bloomberg, и по данным Reuters, соответственно, снижение поставок российской нефти на экспорт. Думаю, что это связано, вот сейчас цифры, которые показывает Bloomberg, это падение до 3,2 миллиона баррелей в сутки. Reuters более агрессивную картину показывает, до 2,7 миллиона баррелей в сутки. Но есть тут особенность статистическая, связанная с тем, что данные Reuters приходят с некоторой задержкой в части учета танкеров, например, которые условно можно относить к теневому флоту, и по ним данные Reuters приходят с запозданием. Поэтому, скорее всего, кривая Reuters будет скорректирована в сторону некоторого приближения к данным Bloomberg. Но факт остается фактом, что в конце марта мы видим действительно тенденцию на некоторое снижение объемов морских поставок российской нефти. И отчасти это может быть связано в том числе и с уже видимым эффектом, на конец месяца это можно предположить, о добровольном сокращении российской нефтедобычи на 500 тысяч баррелей в сутки. Если говорить про поставки нефтепродуктов, то ситуация здесь выглядит также достаточно оптимистично и достаточно удивительна для экспертов, в том числе и для меня, потому что когда все ожидали вступления в силу европейского эмбарго на поставки нефтепродуктов, предполагалось, что российская нефтяная отрасль будет адаптироваться к этому решению гораздо дольше. Мы оценивали эту ситуацию адаптации примерно в полтора-два месяца, но мы видим, что опять же буквально через неделю после вступления в силу европейского эмбарго на поставки нефтепродуктов из России, экспорт нефтепродуктов России снова стал стремительно восстанавливаться, и в настоящий момент он восстановился до рекордных уровней. 2,8 миллиона баррелей в сутки уже к середине марта. При этом специально перед сегодняшним семинаром посмотрел актуальные данные, вот данные Блумберга и Icon Refinitiv, то есть Reuters, они, в принципе, именно показывают именно такую динамику. И пока можно, в общем-то, говорить о том, что российская нефтяная отрасль достаточно грамотно использовала то время, которое было предоставлено европейскими странами на то, чтобы адаптироваться к вступлению в силу европейского нефтяного эмбарго. Напомню, что решение или объявление о том, что европейское нефтяное эмбарго вступит в силу в декабре по нефти и в феврале по нефтепродуктам, оно было объявлено еще в начале июня прошлого года. То есть по нефти у нас было полгода для того, чтобы подготовиться, а по нефтепродуктам даже 8 месяцев. И мы видим, что результаты есть. И на следующем слайде вы увидите, собственно говоря, каким образом мы обеспечили перестройку по сути географии торговли российской нефтью и российскими нефтепродуктами. Ну вот здесь вот видно, да, очень наглядно на данном слайде, что после введения эмбарго основными конечными покупателями российской нефти в январе-феврале 2023 года стали всего 4 страны. Китай, Индия, Турция и Болгария. Напомню, у Болгарии действует до конца 2024 года исключение из эмбарго Европейского Союза, которое Болгария продавила. Но надо сказать, что даже в рамках этого исключения Болгария в последние месяцы начинает постепенно сокращать поставки нефти из России. Но надо сказать, что последние данные – это 83 тысячи баррелей, тогда как еще месяц назад Болгария закупала порядка 150 тысяч баррелей из России, что связано с тем, что Болгария тоже постепенно находит замену российской нефти. Мы же должны действительно отметить и то, что те страны, которые сегодня являются основными покупателями российской нефти, существенно нарастили их поставки за прошедший год. Если не рассматривать кумулятивный показатель, то есть сколько всего за год было увеличено поставок, то просто в моменте, например, сравнивая суточные данные по поставкам, среднесуточные данные за февраль прошлого года и за февраль нынешнего года, то можно сказать, что Турция нарастила поставки в два раза, Китай примерно в полтора раза, Индия в 22 раза. Это как раз отсылка к тому заявлению, которое сегодня прозвучало от господина Новака, что Индия нарастила поставки из России в 22 раза. Да, это соответствует действительности, но именно в моменте, если мы сравним суточные поставки февраля прошлого года с февралем нынешнего года. Естественно, если мы посмотрим накопленный объем поставок, то рост в Индии тоже впечатляющий, но это не 22 раза, а примерно 8 раз. Но на что бы я хотел в первую очередь обратить, наверное, ваше внимание. График показывает, что замещение поставок нефти в недружественные страны произошло, но произошло за счет, по сути, компенсации этих поставок только двумя странами – это Китай и Индия. И высокая зависимость от рынков Китая и Индии создают новые геополитические и экономические риски для России, когда снижение импорта или возможный отказ от закупки российской нефти одной из этих стран, ну, наверное, вы понимаете, что речь идет, наверное, в первую очередь об Индии, может стать критичным для нефтяной отрасли России. Да, сейчас этот вопрос не стоит на повестке дня, но если условия на мировом нефтяном рынке начнут меняться, и мы знаем о том, что Соединенные Штаты и страны Большой Семерки неоднократно предпринимали попытки давления на Индию в части того, чтобы Индия официально присоединилась, например, к коалиции предельных цен на российскую нефть, а также каким-то образом рекомендовала своим компаниям воздержаться от приобретения нефти в России не на условиях ценового потолка, мы знаем, что такие разговоры велись, мы знаем, что пока Индия занимает осторожную позицию, но риски, подчеркиваю, достаточно высоки, и поэтому название этого слайда мы видим, что напрямую говорим, что мы, уйдя от поставок нефти в недружественные страны, попадаем в угрозу монопсонии, то есть зависимости наших поставок от ограниченного числа рынков сбыта. Но, тем не менее, следует предположить, что при условии сохранения текущих ценовых дисконтов на российскую нефть и отсутствия дополнительного санкционного давления морской экспорт российской нефти вполне может сохраниться на уровне 3,3 миллиона баррелей в сутки в течение 2023-2024 года. Надо, конечно, отметить, что это не означает, что российский нефтяной экспорт, он не сократится по итогам этого года. Почему? Потому что мы не должны забывать о том, что у нас не вся нефть поставляется морским способом. У нас есть поставки трубопроводные, если в отношении трубопроводных поставок в Китай, куда мы поставляем примерно 0,8 миллионов баррелей в сутки российской нефти, это примерно 800 тысяч, мы поставляем там проблем особых нет, то с дружбой существуют вопросы, я имею в виду с поставками дружбы в западном направлении. В прошлом году поставки выросли по дружбе, но на данный момент надо сказать, что и причем они составили тоже примерно сопоставимую величину с поставками, с трубопроводными поставками в Китай, то есть тоже примерно те же самые 800 тысяч баррелей в сутки. Но надо отметить, что в этом году северная ветка трубопровода практически не работает, то есть мы по ней сейчас разрешили транзит казахстанской нефти в небольших объемах для наполнения НПЗ в восточной части Германии, которые ранее принадлежали Роснефти, сейчас экспроприированы немецким правительством. А южная ветка сейчас поставляет нефть только в Словакию и Венгрию, и мы предполагаем, что по итогам этого года, если не произойдет ничего экстраординарного, поставки по дружбе сократятся примерно в 4 раза. То есть если в прошлом году это было 800 тысяч баррелей в сутки, то в этом году будет 200, 225, ну, может быть, 250 тысяч баррелей в сутки. Таким образом, можно предположить, что экспорт российской нефти сократится ровно на величину сокращения поставок нефти трубопроводным путем в страны Европейского Союза. Теперь посмотрим на ситуацию с экспортом нефтепродуктов. Здесь также произошли радикальные изменения. Мы видим, да, что до начала специальной военной операции на долю стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития, ну, теперь это уже как бы большая часть стран попали в недружественный список. Это в первую очередь Япония, США, Канада, Европейский Союз, Великобритания, там, Южная Корея. Так вот, на их долю приходилось порядка 80-83 процентов от экспорта российских нефтепродуктов, а это уже уровень где-то до 2 миллионов баррелей в сутки. Вот, сейчас средний объем поставок российских нефтепродуктов в эти страны сократился до 800 тысяч баррелей в сутки, а поставки в развивающиеся страны или нейтральные страны, напротив, выросли до 2,2 миллиона баррелей нефти в сутки, нефтепродуктов, простите, в сутки. Вот, при этом надо обратить внимание, что большая часть поставок, которые сохранились на европейском направлении, то есть 800 тысяч баррелей, это все-таки достаточно существенно, возникает вопрос, а куда же мы их деваем, если Европа ввела тотальный эмбарго на поставки российских нефтепродуктов. Так вот, из этих 800 тысяч баррелей в сутки точно можно идентифицировать, что порядка 500 тысяч направляется на морскую перевалку нефтепродуктов в портах Европейского Средиземноморья для дальнейшей отправки, соответственно, в страны Южной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона. То есть, по сути, мы львиную долю сохранившихся поставок нефтепродуктов в европейский регион используем исключительно для дальнейшей перевалки нефти и перенаправления поставок в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Если говорить про поставки нефтепродуктов в развивающиеся страны, то здесь мы видим следующую динамику, что активно растут поставки в Турцию. На сегодняшний день это 290 тысяч баррелей в сутки. Страны Северной Африки – Марокко, Алжир и Тунис – примерно 240 тысяч баррелей в сутки. А также на Ближний Восток – это тоже 240 тысяч баррелей в сутки, в первую очередь в Объединенные Арабские Эмираты и в Саудовскую Аравию, которые в дальнейшем либо используют эти нефтепродукты у себя, либо их перепродают на европейском рынке. Надо сказать, что на этом фоне поставки нефтепродуктов в Индию и Китай выросли значительно менее значимо, чем поставки нефти в эти страны. И это вполне объяснимо, потому что и Китай, и Индия являются неттоэкспортерами нефтепродуктов и, соответственно, заинтересованы в первую очередь в получении из России нефти как сырья для своей нефтеперерабатывающей промышленности. Ну, надо сказать, что Индия нарастила поставки нефтепродуктов, ну, скажем так, если по нефти у нас был рост в моменте в 22 раза, как сегодня подтвердил Александр Новак, то по нефтепродуктам в 10 раз, даже меньше, чем в 10 раз, на самом деле, ну, 26 тысяч баррелей в сутки было до начала СВО в феврале, и 120 тысяч примерно в феврале текущего года. Причем там поставки очень волатильные, и в структуре поставок в Индию доминирует 80% это мазут, 20% нафта, то есть, по сути, действительно сырье для дальнейшей нефтепереработки. То же самое мы видим по Китаю. По Китаю объемы поставок российских нефтепродуктов изменились несущественно, вот, и основная составляющая поставок в Китай – это мазут, который используют независимые китайские нефтеперерабатывающие заводы для, соответственно, производства нефтепродуктов на них с учетом того дисконта, с которым российский мазут попадает на китайский рынок. Есть, правда, еще одна интересная деталь. Если мы посмотрим внимательно на статистику, то мы видим, что в марте 2023 года существенно выросли поставки нефтепродуктов, так называемым с неизвестным пунктом назначения. На самом деле, это неизвестная достаточно условная история, потому что после того, как нефть переваливается в рамках морской перевалки в различных пунктах этой перевалки, она в дальнейшем перенаправляется, соответственно, на рынки того же Китая и Индии. Поэтому, в принципе, можно предположить, что вот этот кусок поставок нефтепродуктов с неизвестным пунктом назначения, на самом деле, это те же самые российские нефтепродукты, которые таким вот путем поступают на рынки Китая и Индии. Зачастую, кстати говоря, поступают из Сингапура и Малайзии. То есть Сингапур и Малайзии как бы принимают российские нефтепродукты, потом, соответственно, их в результате перевалки отправляют уже под, по сути, своей юрисдикцией на территорию Китая и Индии. Кстати говоря, косвенно подтвердить эту тенденцию по Китаю можно было, например, на примере, скажем так, ситуации вокруг Китайского Нового года, когда в период Китайского Нового года как раз поставки из Сингапура и Малайзии в Китай резко сократились. Ну а сейчас мы тоже знаем, что те же поставки нефтепродуктов из этих стран в Китай, и они значительно превышают как бы объемы производства нефтепродуктов. Это, в частности, например, такое характерно для Малайзии. Сингапур не имеет к этому отношения на Малайзии напрямую. Так, теперь, что касается того, какие еще изменения произошли, в общем-то, в адаптации российской нефтяной отрасли к санкционному давлению. Конечно же, в результате переориентации экспорта российских нефтеналивных грузов на рынке Азии у нас в среднем увеличилось транспортное плечо для экспорта российской нефти. На данном слайде это очень наглядно видно. Так вот, например, средневзвешенный торговый путь барреля российской нефти, экспортируемого из основных терминалов России на Балтике, увеличился практически в три раза. С трех тысяч морских миль до девяти тысяч морских миль в январе 2023 года. При этом на ключевых маршрутах, если мы посмотрим время в пути танкера туда и обратно, чтобы совершить рейс из портов Балтийского или Арктического побережья российского до Западного побережья Индии, который сейчас является таким важным пунктом для поставок российской нефти, так вот, сегодня для этого требуется 61 день. А если двигаться до Китая, опять же, из Балтийских портов Российской Федерации, то это порядка 100 дней. При этом сравните, сколько времени требовалось, например, для того же рейса танкера из Балтийских портов России в Северо-Западную Европу или портов России Азова-Черноморского бассейна в ту же Болгарию. Это всего лишь 7 дней. То есть мы видим, что, естественно, тут резко возрастают транзакционные издержки, резко возрастают издержки на фрах таких судов. Исходя из проблемы, по сути, увеличения транспортного плеча доставки российской нефти на конечные рынки сбыта, широкое распространение получило развитие морской перевалки российской нефти судно на судно, или шип-то-шип. Будем в дальнейшем ее называть СТС-перевалка. Так вот, это один из распространенных способов сокращения фрахтовых издержек. И почему он активно используется нами? Потому что нам для того, чтобы транспортировать нефть с Балтики, например, в тот же самый Китай, экономически выгодно использовать супертанкеры. Так называемые танкеры формата или класса Вилл-Си-Си. Но эти танкеры по особенностям своего водоизмещения не имеют возможности заходить в мелководные порты российской Балтики. Поэтому мы вынуждены переваливать, соответственно, грузы с российских танкеров класса Афромакс или Суэцмакс в специальных пунктах перевалки, о которых мы поговорим чуть дальше, для того, чтобы дальше супертанкеры с российской нефтью двигались до конечного пункта назначения. Второй момент, который мы активно используем в этом направлении, это также перевалка с российских танкеров ледового класса, поскольку понятно, что их фрахт и эксплуатация от пункта доставки, простите, от пункта отгрузки российской нефти до пункта конечной доставки, обходится дороже, чем аренда танкеров аналогичного водоизмещения, но другого класса. То есть танкеры ледового класса обходятся в эксплуатации всегда дороже. Поэтому тоже это направление активно развивается для оптимизации сопутствующих транспортных издержек. Ну и еще один важный момент, безусловно, это то, что в условиях действия западных санкций, соответственно, перевалка нефти судна на судно зачастую позволяет скрыть или как минимум усложнить идентификацию страны происхождения нефтеналивного груза. Вот. Здесь вы можете посмотреть на график, где видно, да, что у нас активно развивалась морская перевалка нефти в первом полугодии 22-го года, особенно в марте-апреле. Опять же, на фоне... Почему это происходило именно тогда? Потому что тогда как раз на фоне высокой неопределенности, какими будут европейские и американские санкции в отношении российской нефти, начали отказываться от сделок с российской нефтью крупные, соответственно, трейдеры. И в этой ситуации и некоторые компании зарубежные, которые торговали также российской нефтью, это не только Трафигура Витол, но и крупные зарубежные ТНК, которые также отказались на тот момент от торговли российской нефтью. И эта схема активно использовалась для того, чтобы обеспечивать экспорт российской нефти в условиях той неопределенности. В дальнейшем, соответственно, когда стало понятно, что до декабря мы не ожидаем никаких ухудшений санкционных условий для экспорта российской нефти, эта популярность этого механизма сошла на нет до введения европейских санкций. И мы видим, что последовательно, где-то начиная уже даже с ноября, мы наблюдаем рост морской перевалки российской нефти, который достиг пика в январе 1923 года, составив примерно 580 тысяч баррелей в сутки. И здесь надо отметить, собственно говоря, что также изменилась и география морской перевалки. Если весной прошлого года основная перевалка морской нефти осуществлялась на Балтике или в Северном море, в первую очередь это в районе Голландии, Нидерландов, простите, и Дании, то сегодня основные объемы морской перевалки нефти осуществляются в Средиземном море. Это порт Сиута, который, соответственно, используется в случае, если, поскольку вы знаете, он находится недалеко от Гибралтара, и, соответственно, нефть, которая переваливается там на супертанкера формата VLCC, в дальнейшем позволяет ее перегнать в страны Южной Азии по маршруту, огибая Африку. Дальше есть еще очень такой популярный порт – это греческий порт Халамата, где наша нефть перегружается на танкеры формата Суэцмакс и дальше направляется на транспортировку, опять же, в страны Южной Азии, но уже по Суэцкому каналу. Есть еще и третий пункт, но он как бы особо не изменился – это южнокорейский порт Йосу, который традиционно используется для перевалки российских нефтеналивных грузов, направляющихся в страны Южной Азии и, в том числе, тот же Китай. Теперь хотелось бы обратить ваше внимание на изменение структуры танкерных перевозок российской нефти. То есть мне хотелось бы с вами поговорить о том, кто же сегодня перевозит российскую нефть. И здесь мы должны отметить следующее, что до введения запрета на импорт российской нефти в страны ЕС и ценового потолка более 47% российского нефтяного экспорта из порта в Балтике и Азово-Черноморского бассейна перевозилось на судах, принадлежащих европейским компаниям, главным образом из трех стран – это Греция, Мальта и Кипр. Причем в первый месяц после вступления в силу эмбарго ЕС и нефтяного потолка мы обратили внимание на некоторую такую паническую реакцию со стороны европейских судовладельцев. И по стути перевозки российской нефти европейскими танкерами сократились с 47 до 26%. Но с учетом того, что в итоге оказалось, что 60 долларов за баррель – не такой страшный потолок, и оказалось, что российская нефть вполне может перевозиться, пусть формально мы не соблюдаем эти условия, но по факту по цене ниже ценового потолка, во всяком случае по видимой цене ниже ценового потолка, то судовладельцы успокоились, и уже на второй месяц на рынок стали возвращаться судовладельцы из Греции, и доля европейских танкеров в структуре перевозок российской нефти выросла до 36%. Все остальные недостающие объемы были компенсированы либо российским флотом, либо флотом, так называемым теневым флотом, структура собственников которого, скажем так, формально она называется неизвестной, но по факту просто ее установить достаточно затруднительно, об этом мы также поговорим в дальнейшем. В целом надо отметить, что в январе-феврале общие объемы перевозок российской нефти греческими танкерами превысили 1 миллион баррелей в сутки, также на рынке активно стали работать танки разъединенных Арабских Эмиратов, там же стали активно работать новые трейдинговые структуры, которые занимаются торговлей российской нефтью, но об этом, наверное, будет рассказывать сегодня наш второй докладчик. И, конечно же, мы отмечаем, что за этот период растет интерес к перевозкам российской нефти со стороны индийских и китайских судовладельцев, а также через использование теневого флота. И здесь возникает тоже интересный вопрос, который интересует многих, в общем-то, что же такое теневой флот и, действительно, какова его роль сегодня в транспортировке российской нефти. Но отмечу примерно следующую составляющую, что по тем оценкам, которые делали с зарубежными экспертными агентствами, специализирующимися на морском судоходстве на конец прошлого года, с тем, чтобы поддерживать морской экспорт России на уровне 3,5 миллиона баррелей в сутки, это среднестатистический уровень, который наблюдался на протяжении последних нескольких лет, то для России требуется дополнительно к тому флоту, которым мы располагаем, 240 судов, из которых примерно 157 афромаксов, 65 суэцмаксов и где-то 18 супертанкеров формата ВЛСС. Это примерно то количество танкеров, которое требуется для перевозки такого объема нефти. И была сделана оценка, что если из России полностью уходит такая гипотетическая оценка западной перевозчики, то есть это, по сути, греческие, мальтийские и кипрские судовладельцы, то дефицит судов мог быть составить до 110 танкеров. Там 70 афромаксов, 30 суэцмаксов и 3 супертанкеров формата ВЛСС. Это, конечно же, понимали и российские нефтяные компании, которые, начиная с того момента, когда стало понятно о том, что Европа планирует вводить эмбарго на поставки российской нефти, а тем паче с сентября прошлого года, когда мы обратили внимание, что тогда появились первые заявления о введении потолка цен на российские нефтеналивные грузы с сопутствующими санкциями в виде запрета европейским компаниям предоставлять суда, заход на доступ в европейские порты, на услуги страхования и все прочее. Естественно, востребованность теневого флота сильно возросла. И здесь надо сказать, что в настоящее время российский или условно российский теневой флот танкеров составляет примерно 34% от числа танкеров, которые заходят в ключевые порты Российской Федерации. Традиционно, что мы поднимаем под теневым флотом? Это суда, которые участвуют в транспортировке нефтеналивных грузов, находящихся под какими-либо санкциями, поскольку до нас такие санкции были применены в отношении Венесуэлы или в отношении Ирана. Зачастую это танкеры, применительно к России, которые перешли в собственность, либо управляются, либо нанимаются российскими юридическими лицами через компании, зарегистрированные в зарубежных юрисдикциях. О этих юрисдикциях мы тоже поговорим. При этом часть так называемого теневого флота относится к танкерам, ранее перевозившим венесуэльскую и иранскую нефть. Таким образом, да, еще под теневым флотом также подразумевают суда, которые замечены в периодическом отключении автоматических систем идентификации или транспондеров, которые периодически отключаются и таким образом позволяют танкерам проходить через загруженные терминалы, где перевозимая на них нефть в период отключения транспондеров смешивается с другими сортами, что затрудняет определение происхождения углеводородов и чем часто пользуются конечные покупатели. Большинство судов теневого флота теперь и юрисдикции, да, ходят под флагами стран с мягкими правилами судоходства. Это Панама, Либерия, Маршаловые острова. Как правило, владельцы подобных танкеров имеют ограниченный контакт с правительством или банками США или ЕС, что действительно затрудняет контроль за соблюдением западных санкций, и этот процесс также зачастую облегчается наличием широкой и запутанной сети подставных компаний, в собственности которых и зарегистрированы такого рода танкеры. Особенностью теневого флота также является его возрастная структура, и об этом неоднократно говорили наши западные партнеры, опасаясь за экологичность использования такого теневого флота, поскольку большинство судов, которые используются в рамках теневого флота, возраст таких судов – это примерно 15-20 лет. Ну, конечно, надо понимать, да, что это, ну, не знаете, как использовать старые машины, да, если вы обеспечиваете танкеру надлежащий уход, то он будет функционировать еще долго. И поэтому говорить о том, что рост использования теневого флота может прямо в ближайшие месяцы привести к каким-то масштабным экологическим катастрофам, но это, по крайней мере, наивно. Понятно, что по существующим нормативам морского судоходства, да, танкер подлежит списанию, там, с учетом амортизации и сроков его эксплуатации, средних сроков его эксплуатации, вот, но это открывает широкий фронт для того, чтобы закупать уже списанные танкеры на вторичном рынке и использовать их вот в формате теневого флота. Значит, по имеющимся данным от нескольких консалтинговых структур, в 2022 году Россия косвенно через различные аффилированные структуры увеличила свой теневой флот примерно на 100 танкеров. Это, кстати, достаточно серьезная величина, и еще раз говоря о том, что в прошлом году дефицит танкеров для перевозки российской нефти в случае полного отказа от ее перевозки западных судовладельцев оценивался примерно в 110 танкеров. То есть мы, в принципе, сейчас уже существенным образом подстраховались от такого рода развития событий. На расширение теневого флота, по данным, опять же, зарубежных источников, было потрачено почти миллиард долларов. И, кстати говоря, косвенным подтверждением того, что Россия резко активизировала свое усилие в этом направлении, стало резкое увеличение закупок танкеров различного типа неизвестными покупателями. Но на данный момент главный вывод, который мы должны сделать, это то, что незападный флот из примерно 350 танкеров всех форматов позволяет России поддерживать морской экспорт нефти выше уровня 4 миллионов баррелей в сутки, то есть с запасом от тех уровней, которые мы наблюдаем сегодня. Но, безусловно, остается актуальным вопрос, насколько изменится число судов российского теневого флота, если снизится ценовой потолок, соответственно, и тогда европейские судовладельцы будут, видимо, с большими сложностями участвовать в транспортировке российской нефти. У меня осталось... Сколько времени у меня, Валерий, еще? Отлично. Ну, у меня остается буквально несколько слайдов, да? Значит, еще одной проблемой для нас является это новые схемы взаиморасчетов за поставки российских нефтеналивных грузов. Ну, вы знаем, хотя как бы, да, что какие-либо ограничения на получение долларов или евро российскими нефтяными экспортерами отсутствуют, да? Но существует проблема в части ограничений на взаиморасчеты с использованием российских банков, которые подпадают под санкции. И плюс ко всему понятно, что если вы расплачиваетесь за российские нефти и нефтепродукты долларами, то в любом случае эти транзакции проходят через западную финансовую систему, и там всегда и существуют риски. Это те же процедуры комплайенса, задержки в получении платежей и прочее, прочее. Поэтому как бы одно из решений, которое напрашивается, это переход на оплату российских нефтеналивных грузов в национальных валютах. Дирхамы, УАЭ, рупии индийские и китайские юани. Но тут тоже есть своя проблема, и об этом сегодня начинают говорить. Мне кажется, это нужно посвятить даже отдельную тему с привлечением соответствующих финансовых специалистов. Почему? Потому что на самом деле финансовые системы тех стран, с которыми мы осуществляем взаиморасчеты в национальных валютах, та же китайская национальная финансовая система или индийская, она не позволяет так просто выводить деньги из этой системы. То есть да, они прекрасно расплачиваются с нами теми же рупиями и юанями, но мы не можем взять и сразу запросить того, чтобы мы эти деньги взяли с собой, условно говоря, перевели на наши счета в российских банках и использовали, например, в России по нашему усмотрению. Зачастую бывает так, что чтобы вывести эти деньги комфортно и без финансовых потерь, без больших комиссий и прочее, необходимо что-то купить в этих странах, как говорится, оборудование, технологии, товары и так далее. Допустим, с Китаем эта схема работает, потому что там много товаров, которые нужны, в том числе российской нефтяной отрасли, но с Индией это не работает. И поэтому у нас есть проблема того же, скажем так, именно с финансовой точки зрения, накопления рупий на счетах компаний, которые мы пока не можем понять, как будем использовать в дальнейшем. Это проблема, которую нужно решать на межгосударственном уровне. Теперь переходим к выводам. Значит, какие ключевые проблемы российского нефтяного экспорта мы видим на данный момент? Значит, первая проблема, о которой я уже говорил, это высокая зависимость от Китая и Индии как основных рынков сбыта, то есть угроза монопсонии. Вторая – это уязвимость текущей логистики морской перевалки нефти судно на судно. Почему? Потому что это логистика европейская. Да, мы переваливаем российскую нефть судно на судно, но где? Сеута – это испанский порт, Каламата – это греческий порт. Если будут дальнейшие ужесточения санкционных ограничений и страны Европейского Союза введут санкции в отношении морской перевалки в европейских юрисдикциях, эти порты окажутся для нас закрытыми для такого рода процедур. Следующая проблема – это зависимость используемой финансово-логистической инфраструктуры от уровня ценовых потолков. Об этом мы тоже говорили. Сейчас наши, допустим, западные партнеры из числа европейских судовладельцев, те же греки, они могут позволить перевозить нашу нефть, потому что ценовой потолок, по всякому случаю, на видимых уровнях цен, он, соответственно, позволяет это делать. Но если ценовой потолок пойдет вниз, то эта проблема будет усиливаться, и нам нужно находить какие-то альтернативные каналы поставок. Об этом мы дальше поговорим. И четвертая проблема, она актуальна для российского бюджета – это растущая непрозрачность ценообразования на российскую нефть. И здесь, мне кажется, это вообще заслуживает отдельного семинара на площадке Института народно-хозяйственного прогнозирования. Почему? Ну просто давайте конкретный пример приведем. В январе текущего года средняя цена, регистрируемая цена, пусть умозрительная, но тем не менее используемая в расчетах для российского бюджета Юрлс ФОП с поставкой в Приморске, она у нас была примерно на уровне 42 доллара за баррель. И мы ее использовали в расчетах наших бюджетных показателей, в том числе налоговых и наших поступлений от экспорта. Но тогда, когда вот через 15 марта вышла статистика индийская, таможенная статистика, мы видим, что конечная цена нефти, которая покупает, которая приходит индийским покупателям в среднем за январь, составила 79,8 доллара за баррель. В два раза больше. Можно сказать, увеличилась стоимость логистики, увеличилась там стоимость страхования. Есть определенные комиссионные, которые выплачиваются трейдерам, но, ребята, в два раза. Очевидно, что здесь действуют серые схемы, и повышенные комиссионные, которые, очевидно, используются, в том числе бенефициарами являются, и в том числе российские нефтяные компании, которые создают такие цепочки поставок и, естественно, на каждом этом шаге зарабатывают. Поэтому здесь тоже вопрос, который требует детального анализа и детального решения. И тот костыль, который сделала Минфин до июня этого года, я имею в виду некая корректировка цен EURALS с определенными пределами снижения, как говорится, вот этого дисконта относительно цены и бренд, они не решают проблемы в целом. Нужно переходить, по сути, к российским независимым ценовым индексам. И вот здесь как раз последний, наверное, мой сегодняшний слайд. Это три пути возможных и перспективных решений в этом направлении. Первое – это продолжение дальнейшего диверсификации российского нефтяного экспорта. Нельзя зацикливаться только на Китае и Индии. Нужно искать новые рынки сбыта. И, кстати говоря, пример нефтепродуктов позволяет говорить о том, что это возможно. При этом нужно обратить внимание на такие рынки Юго-Восточной Азии, о которых сейчас особо не говорится, но там тоже есть потребность в российской нефти. Это Вьетнам, Таиланд, Филиппины, а также Южная Азия. Да, с платежеспособностью у того и той же Бангладеша немножко похуже, чем в Китае и в Индии, но надо все равно продолжать работать в этом направлении и смотреть, какие опции у нас могут существовать. Второе – это развитие сотрудничества с транспортными компаниями из Объединенных Арабских Эмиратов, Индии и Китая, с тем, чтобы сократить нашу зависимость от европейских перевозчиков российской нефти. И создание пунктов перевалки российской нефти в юрисдикциях нейтральных стран по отношению к России. Например, если говорить про возможности перевалки российской нефти с дальнейшей переброской этой нефти супертанкерами в обход Африки, то, пожалуйста, Марокко. Можно использовать ее инфраструктуру, не обязательно использовать порт Сеута испанский. В Марокко тоже есть возможности сделать это и осуществить. Дальше Египет и Сирия вполне могут использоваться для морской перевалки, если мы в дальнейшем используем Суэцкий канал. Ну и, наконец, третье, касающееся уже всей финансово-логистической инфраструктуры, необходимо дальнейшее наращивание усилий по развитию альтернативных пулов страховщиков российских нефтеналивных грузов с тем, чтобы наши страховки соответствовали принятым в отрасли стандартам. На сегодняшний день это западные стандарты, но ничего не мешает нам подогнать наши страховки под западные стандарты, которые будут покрывать не только страхование судна, не только страхование груза, который находится на суде, но и страхование экологических рисков. Нужно добиваться, чтобы эти страховки признавались покупателями российской нефти, и необходима стандартизация взаиморасчетов в национальных валютах. Это очень важный момент. Почему? Потому что взаиморасчеты в национальных валютах мы давно обсуждаем. Но именно стандартизация этих схем, чтобы компаниям было понятно, на каких условиях они могут пользоваться национальной валютой, которую они получают в качестве платы за поставленную российскую нефть. То есть, чтобы не было каждый раз это откровением, что мы не знаем, куда девать, например, рупии, которые были предоставлены индийской стороной. Необходимо эту проблему как-то решать. Спасибо большое. Я готов к вашим вопросам. Спасибо большое. Мы сейчас... Сейчас, коллеги, секундочку. Мы в начале второй доклад послушаем, а потом вопросы будем к двум докладам, я думаю. Павел Борисович, мы ждем, когда вы подключите. Коллеги, мы сейчас послушаем второй доклад, а потом будут все вопросы. Потому что часть вопросов, в том числе выводы, которые Алексей Игоревич сделал, они, возможно, как я понимаю, в втором докладе будут. А дискуссия у нас будет все по плану. Да, коллеги, большое спасибо, Валерий Ильич, за предоставленную возможность выступить. Я второй раз уже выступаю на этой площадке. И хотел бы поблагодарить, конечно, выступающего за очень подробную статистическую информацию. Очень хорошо, важно и полезно. Но мне бы хотелось все-таки начать с последнего слайда, то есть с последнего вывода, который сделал Алексей Игоревич в части изменения структуры ценнообразования. Почему? Потому что, конечно же, я все-таки хотел бы вас немножко затруднить коллеги некой информации. То есть я понимаю прекрасно, что все это знают, но все-таки моя презентация будет посвящена немножко другой части. То есть есть с моей точки зрения глобальные вопросы. Те, кто не знает, я профессиональный трейдер, 35 лет работаю, фактически трейдингом занимаюсь. В крупных западных компаниях последние 20 лет преподаю нефтегазотрейдинг и логистики, но и пытаюсь заниматься изучением этих вопросов. Шесть лет на Санкт-Петербургской международной товарной и сырьевой бирже. И что, какие выводы все-таки я сделал, и я не до конца понимаю, может быть, я что-то не до конца понимаю, и вы мне сегодня подскажете и раскроете глаза на некоторые вещи. Мы действительно решаем очень важные и глобальные проблемы, закупаем танкера, да, мы переходим от ФОБа к СИФу, что, безусловно, очень важно, потому что нужно, я это писал еще лет 15 назад, что нужно уходить от ФОБа к СИФу. Но мы не решаем глобальные вопросы, которые я сейчас постараюсь буквально в трех минутах обосновать. Итак, вот нынешняя система ценообразования, она сложилась таким образом, что есть биржи, есть международные ценовые агентства. Я не буду перечислять долгий и мучительный процесс эволюции мирового товарного рынка, но он пришел к тому состоянию, возможно, коллеги некоторые не знают, когда вот сложились три международных спотовых хаба и три международных биржевых центра, которые взаимодействуют друг с другом, и в результате взаимодействия которых, я абсолютно упрощаю свою задачу, формируются единые ценовые бенчмарки. Хотя с точки зрения терминологии нельзя их называть. Таким образом, я имею в виду те фьючерсы, которые торгуются, вот три биржи и три хаба. Соответственно, вокруг этих трех бирж, вокруг трех хабов формируется цена. Все остальные страны мира, в том числе и Россия, привязываются к этой цене при помощи дифференциала. Вот этот дифференциал мы и раньше в Советском Союзе, да и сейчас говорили, что он непрозрачный. Почему? Потому что те методологии, которые применяются при расчете этого дифференциала, они весьма-весьма непрозрачны. Что происходит в настоящее время у нас? То есть, у нас, я имею в виду, в мире. Вот, бренд, понятно, всем слабит, ликвидность наполняется, наполняется, у него наполняются все больше новые сорта, искусственно он поддерживается на плаву. Почему? Потому что спотовые физические объемы, они дают сигнал для фьючерсных контрактов, которые эту ликвидность наполняют. Американцы добавляют туда уже Мидланд, то есть, из азиатско-техианского региона, они добавляют нефть марки Мидланд, он же фьючерсный контракт, для того, чтобы наполнить этого ликвидность. Ликвидность WTI, она тоже достаточно проблематична. Почему? Потому что весьма спорно, как сама сланцевая революция, как и те объемы, которые подтверждаются или не подтверждаются. Сингапур с дубайским бенчмарком тоже относителен. Почему? Потому что три года тому назад лондонская биржа ICE запускает биржу Абу-Даби с новым бенчмарком. То есть, им необходимо еще один бенчмарк для поддержания этой ликвидности. То есть, сюда сложилась система, вот он, тот самый Мидланд, о котором я говорил, он призван насытить эту систему, насытить бенчмарк и, соответственно, усилить его. Потому что в ближайшее время бенчмарк такового не будет. Потому что нет физики, нет бумаги. Это, мне кажется, понятно каждому. То есть, нету сформировавшегося спотового рынка, каким образом может быть ликвидный фьючерсный контракт. Что у нас получается? Вся вот эта система взаимосвязанных контрактов, тех самых производных финансовых инструментов, достаточно сложная, виртуозная, прекрасная. Но она рано или поздно будет, с моей точки зрения, рушиться. Почему? Потому что нету основного контракта, который, собственно говоря, удержит эту ликвидность. Я быстро пропускаю те слайды, которые, я думаю, уже присутствующим уже знакомы. Они достаточно известны. И что вот та система, которая последние 40-50 лет выстраивалась, она подвергается некой уже, скажем так, не будем говорить грубое слово, рушиться. Но она, в принципе, уже начинает достаточно серьезно подрушиваться. Система спотовых и биржевых, и внебиржевых котировок, которые формируются в ценовом диапазоне и позволяют перекладывать ликвидность. То есть есть товарные, валютные и фьючерсные контракты, которые, вот этот, переток этой ликвидности позволяет, собственно говоря, и существовать ликвидностью самого доллара. Но в ближайшее время, вот переток этой ликвидности, он постепенно начинает рушиться. И постепенно вот та система, которая создана и МИЖИ, нашими англо-американскими друзьями, она рушится. Потому что рушится не в том смысле, что она рушится у них. Рушится в системе АТР, Азиатско-Тихоокеанского региона. Когда мы видим, что ни Китай, ни Индия, ни Ближневосточные, они не готовы уже принимать физические, привязанные ценовые бенчмарки, выстраиваемые Плацем и Аргусом. Вот. Что происходит? Да, сегодня эта Россия прекрасна. Тот самый ценовой бенчмар, который мы видим, ну, называть его смешанным сложно даже. Вот. То есть идут всякие попытки, чтобы его исказить. Азербайджанская нефть аналогичного качества, как ИВС-100, стоит на 50-35-50 долларов дороже, чем российская ценовая смесь. То есть смешно. То есть, соответственно, да, мы с одной стороны говорим, нам нужно уходить от ФОБа к СИФу, а с другой стороны нам нужно создавать уже свою некую систему, опять я еще раз говорю, нефтетрейдинговую, которая позволила бы нам устанавливать, а, свои ценовые индикаторы, и, б, соответственно, формировать внутренние ценовые индикаторы, потому что у нас их нету. Плац ушел, Аргус на чемоданах сидит, и что мы будем дальше делать, если у нас все внутренние нетбэки выстроены за счет Аргуса? Нужна некая организация, которая будет эти ценовые бенчмарки выстраивать. Вот они, индекс экспортного паритета, справа в нижнем верхнем углу. Вот. Их тоже нету. И в ближайшее время мы сейчас еще, вот, более того, Мишустин издает в конце прошлого года постановление о создании дорожной карты, которая должна быть создана к концу года. Но что она сделает? Индекс экспортного паритета или что-то еще? Вот это постановление, которое я привожу на этом. Вот. С моей точки зрения, так сказать, та система, которую нужно создать, она должна и выстроиться, в принципе, по образу и аналогу западной системы. Ничего нового выдумывать не надо. Те самые спотовые, биржевые, внебиржевые системы, которая была уже создана, она может быть, в принципе, применена. Вот. И Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа, я ее не рекламирую, но я считаю, достаточно серьезная товарно-сырьевая площадка, но которая не должна создавать внебиржевые индексы. Для создания внебиржевых индексов нужна специализированная площадка, которая будет... Да, кстати, очень интересный факт, который я здесь слайд специально вывел, что Витол только за прошедший год заработал, если я не ошибаюсь, 800... Это крупнейший мировой трейдер, 800 миллиардов долларов. Откуда он заработал? Да на всей этой серой. Огромный серый рынок создается, и я думаю, что и будет и дальше расти. Но России нужно, с моей точки зрения, выходить уже на принципиально новую систему, я не буду полностью ее перечислять, где есть связь биржевых и внебиржевых котировок, спотовых и биржевых, когда не от биржи будет идет... Да, мы запустили фьючерсный контракт на вашем экране, но этот фьючерсный контракт оказался нерабочим. Почему? Да потому что мы не оттуда шли. Надо идти от спота к поставочному фьючерсному контракту, а не наоборот. Это мое убеждение. И если мы, в принципе, придем к этой схеме и создадим свое российское ценовое агентство, не надо этого скрываться. Нам нужна своя структура, которая объединит все эти индексы. У нас работает, да, ФАС работает, Министерство энергетики работает, все издают какие-то интересные указы, какие-то интересные постановления, но нету формирования единого индекса, и в ближайшее время его не будет. Откуда оно будет создано? Нужно создавать свой спотовый хаб на азиатско-тихианском регионе. У нас 40 танкерных партий. Этого достаточно для того, чтобы сформировать свой ценовой индикатор, к которому будет привязываться так или иначе весь азиатско-тихианский рынок. Плюс мы можем, почему нет, и с китайцами, с индусами договариваться, да, давайте, запустили же мы спаренный фьючерсный контракт и многие другие моменты. То есть, соответственно, с моей точки зрения, нужно вообще создавать сеть спотовых хабов. Почему? Потому что от них идет формирование ценовых индикаторов, которые дают сигналы на биржу, и которые уже генерируют поставочные фьючерсные контракты, которые будут являться индикативными для рынка и для внутреннего рынка, и, соответственно, для формирования ценовых индикаторов на рынке. Вот в целом то, что я хотел сказать. Спасибо за внимание. Спасибо. Так, коллеги, у меня просьба тогда поднять руки или голосом давать знать о том, что хотят задать вопрос. Я вот видел Влада Скандерович и Владимир Сальников. Вот, да, Владимир Сальников у нас. Да, и еще вот есть коллеги, которые тоже... Давайте, Владимир Сальников, поскольку он там уже печатал, его первым дадим, а потом пойдем по списку. Да, большое спасибо. Но я свой вопрос записал. Да, было очень интересно. А вопрос у меня такой небольшой, значит, такой, что участие в строительстве НПЗ в слаборазвитых, так сказать, дружественных странах, оно может рассматриваться как один из способов страновой диверсификации поставок нефти? Ну и насколько эффективны там, в каких странах, какие здесь могут быть перспективы? Спасибо, Владимир, за вопрос. Ну, вы знаете, такая практика уже активно применяется нашими, например, коллегами из Саудовской Аравии, которые так укрепляют взаимоотношения практически со всеми своими ключевыми потребителями саудовской нефти в Азиатском регионе и в Африке тоже. Вот, думаю, что Россия может двигаться по этому пути. Есть ряд стран, ну, в первую очередь, наверное, в Африке, которые были бы заинтересованы в российских инвестициях в создании соответствующих пунктов, ну, как бы, нефтеперерабатывающих производств. Но здесь есть два таких тонких момента, которые всегда требуются соотносить друг с другом. Первый момент. Мы сейчас рассматриваем в том числе и Африку, да, и те страны, которые нуждаются в нефтепродуктах, как рынки для своих нефтепродуктов, которые мы сами должны куда-то девать, с учетом уже тех мощностей, которые созданы в России. А мы знаем, что наша нефтепереработка экспортно ориентированная. Все-таки половина производства дизеля в России направляется на экспорт. Второй момент – это платежеспособность. И здесь тоже надо относиться очень аккуратно к таким историям, чтобы не повторить ошибки Советского Союза, когда мы работали со всеми, и зачастую в ущерб экономической логике. То есть все-таки здесь надо смотреть в первую очередь, ну, может быть, не в первую очередь, но в том числе рассматривать платежеспособность тех стран, которые готовы потенциально сотрудничать с нами в этом направлении. Так, давайте вход переходит к Виталию Васильевичу Бушуеву. Виталий Васильевич. – У меня вопрос включается к Алексею Игоревичу. Значит, в целом, по вашим данным, складывается впечатление, что у нас существует более-менее баланс поставок и нефти в зарубежные страны. То есть колебания не очень значительны. Второй вопрос в этой же связи. А цены, которые устанавливали в результате ограничений потолка цен, и цены реальные, которые сейчас складываются, они ведь тоже примерно находятся в одной полосе. Поэтому можно ли сказать, что рынок на сегодняшний день более-менее стабилизирован, и пока мы не ожидаем каких-то радикальных изменений примерно? – Ну, если говорить о ситуации на мировом рынке нефти, вот как она видится, есть целый набор факторов, которые свидетельствуют в том, что рынок находится в условном равновесии, потому что факторы, которые могут или могли бы привести к росту цен, они уравновешиваются как бы и факторами со стороны предложений. Но первый момент, фактор, который может привести к росту цен – это восстановление постковидного Китая. Китай снял ограничения. Все ждут, что китайская экономика начнет больше потреблять нефти, особенно в части авиакеросина, восстанавливаются авиаперевозки. В этом отношении, значит, есть определенное давление со стороны спроса. Но на самом деле оно не такое большое, как ожидалось некоторое время назад. То есть Китай восстанавливается постепенно и не так быстро, и, по-видимому, и не планирует восстанавливаться так быстро. Поэтому здесь фактор, в общем, был немножко переоценен. Второй момент, который давит цены вниз и тем самым уравновешивает в какой-то степени рынок – это постоянные опасения рецессии. С одной стороны, вроде бы были сильные опасения, что вся развитая экономика войдет в рецессию в первом квартале. Это предполагалось по экономикам Западной Европы, по экономике Соединенных Штатов Америки. Пока этого не произошло. Но экономику трясет. В первую очередь, вот мы видим, банковский сектор западных стран сильно трясет. И есть опасения, что кризис в финансовой сфере может перекинуться потенциально в сферу уже реального производства. Это может замедлить экономический рост и тем самым, скажем так, уравновесить две тенденции. Соответственно, тенденцию, ориентированную на повышение цен, и тенденцию замедления экономик, ориентированную на ее, как говорится, ослабление ценового давления. В этой ситуации, мне кажется, что сейчас никому не интересно обострять игру вокруг ценовых потолков на российскую нефть, чтобы еще получить риски того, что российская нефть уйдет с рынка. Вы правильно обратили внимание, что по статистике мы видим, что наши нефть и нефтепродукты, по сути, перераспределились по рынку, и по факту значимых каких-то потерь именно в объемах продаж мы не видим. Да, есть потери в ценах, но в объемах продаж значимых потерь нет. Но, в принципе, это означает, что рынок находится в условном равновесии. Хотя те оценки, которые мы получаем от наших коллег за рубежом, показывают, что это равновесие может сохраниться только до конца 2023 года. Где-то уже во второй половине этого года может рынок снова свалиться в состоянии дефицита и восстановления роста мировых цен на нефть. Акбулат Сикандарович, давайте, да, вы хотели давно уже спросить. Давайте вас пропустим. У вас не включен микрофон. Включите, пожалуйста, микрофон. Валерий Львович, а зачем нам такое количество? Мы же все-таки аналитики, мы не трейдеры. А зачем нам продавать такое количество нефти, если мы знаем, что небольшой дефицит в 2021-2022 году, разница 2,5-2 миллиона баррелей между спросом и предложением дает 80-90 долларов за баррель. А если вы чуть-чуть превысите предложение, мы падаем до 40. Это первый вопрос. Это мировые цены. Второе. В налоговой системе получили 42 доллара. Значит, половина цены, а продаем за 80. Значит, 40 долларов кто-то нажился. Зачем вообще это продавать? Вот вопрос такой. Зачем нам эти вот… Ну, упали на 500 тысяч, может, на 1,5 миллиона надо упасть, но для этого нам хранилище построить. И вот в этой логике, что мы должны считать, что если 80 долларов за баррель мы не получаем, то есть больше 60 потолок, значит, плюс 20, 80 – наш российский бренд. Нет, не продаем. Мы 10% рынка имеем до 2021 года. Любое наше снижение, даже если не говорить о Саудовской Аравии, мы мгновенно реагируем на рынок. Потому что поэтому они хотят, чтобы нефтетрейдеры за 60 долларов, эти нефтеналивные суда, это вот американцы предлагали, не ограничивать наши поставки. Вот вам, вы министр энергетики. Что бы вы сделали? Спасибо за вопрос, да. Спасибо за лестный комментарий в самом конце. Хотелось бы попробовать глобально. Именно с интересом, не интересом карманов наших начальников нефтяных компаний, а с точки зрения государственного интереса. Ну, давайте попробуем. Вопрос, на самом деле, вы задали, как всегда, острый, и ответ на него будет не менее острым, на самом деле, потому что, скажем так, подход понятен, риски тоже понятны. Сейчас расскажу. Значит, смотрите, вы правильно отметили, что рынок сегодня находится в состоянии такого хрупкого равновесия и очень нестабилен. И действительно, если с рынка убирать существенные объемы нефти, то цена на него отреагирует. Потому что мы видим, что те 500 тысяч барреля, которые мы заявили, они на самом деле не оказывают существенного влияния на... Нет, сразу скакнули. На 5-6-7 долларов скакнули. Давайте, еще будет возможность выступить. Вы выступите. Я еще раз хочу сказать, скорее, это наше решение, ну, как бы некая попытка поиграть в ту историю, о которой вы сказали, выстраивая закономерности, насколько сократится, насколько может увеличиться цена на нефть, если наше предложение на рынке снизится достаточно существенно. Почему выбрана цифра в 500 тысяч баррелей и не говорится о полтора миллиона, как вы назвали, или более агрессивных цифрах и так далее. Здесь ситуация понятна. Значит, первый мой ответ. Значит, правительство видит, что, конечно же, на таком тонком рынке мы можем сыграть объемами и попытаться выстроить ценовой баланс в свою пользу, в первую очередь, по восстановлению мировой цены на нефть. Это вы правы, и на это направлен эксперимент, который продлен не только на март, но и до конца июня. Но, значит, какая проблема долгосрочной существует для России? Если мы существенно сокращаем добычу нефти, как это было, например, в 2020 году, напомню, мы тогда сразу убрали с рынка, значительно большие объемы нефти, кстати, до сих пор не восстановили эти объемы, и если бы не было даже СВО и так далее, мы бы их не восстановили и сейчас. Проблема в том, что ограничивать добычу нефти в России можно по-разному. Первый и самый простой способ – это не доинвестировать, соответственно, разработку новых месторождений, которые просто мы освоение сдвигаем вправо, и, соответственно, таким образом просто не тратим на это деньги, и таким образом, естественным образом, снижаем добычу за счет того, что используем только действующие месторождения. Но проблема, когда мы увеличиваем объемы до тех цифр, которые вы озвучили, это означает, что мы должны будет затронуть фонд действующих месторождений. Если мы затрагиваем фонд действующих месторождений, вспоминаем физику и геофизику российской нефтянки. И здесь совершенно очевидно, что ряд месторождений мы просто потеряем навсегда. Что уже произошло, на самом деле, и подтвердилось, мы об этом неоднократно обсуждали с российскими нефтяниками в 2020 году, когда часть активов, которые были законсервированы в 2020 году, так и теперь мы их никогда не сможем раскочегарить вновь. То есть наша проблема в том, что останавливать добычу на действующих объектах для нас означает их консервировать. Эту проблему можно было решить, то, что вы правильно отметили, почему я действительно двойственно отношусь к этому вопросу, там есть очень много вещей, которыми я разделяю вашу точку зрения, за счет создания стратегического нефтяного резерва. Наш институт еще в 2014 году предлагал это решение для Министерства энергетики, потом мы возвращались с этим решением в 2020 году, и уже вместе с Российским газовым обществом предлагали создать систему стратегического нефтяного резерва для хранения потенциально до 80-100 миллионов тонн нефти, что позволяло бы нам быть очень гибкими на мировом рынке. Но и при этом сроки реализации такого проекта составляли, ну, скажем так, в первую очередь на 25 миллионов можно было построить за три года, ну, 100 миллионов, допустим, ну, считайте, лет за 10 мы могли бы 100 миллионов примерно построить эти хранилища. В Китае примерно за эти же сроки построили свою систему стратегического нефтяного резерва. Но делать это надо было, знаете, как говорится, вчера, потому что сейчас запускать этот проект, наверное, было бы целесообразно, но мы уже потеряли достаточно много времени. Еще раз говорю, 2023 год мы уже сейчас могли бы выходить на него со своим стратегическим нефтяным резервом в объеме как минимум 25 миллионов тонн. Это позволило бы нам сейчас чувствовать себя гораздо более уверенно в отношении ценовых потолков и вот той возможности участвовать в ценообразовании, то есть быть не прайс-тейкерами, да, а прайс-мейкерами на мировом нефтяном рынке, о чем вы сейчас говорите. Но есть еще одна проблема, о которой тоже не стоит забывать. Влад Сикандерыч, вот мне кажется, смотрите, какая. В свое время, помните, постоянная дискуссия была вокруг европейского рынка газа, когда мы говорили о Европе, никогда и никуда Европа от российского газа не денется. Но прошлый год показал, что очень может и деться. И вот такая игра, она весьма опасна в том, что даже если бы мы имели все те возможности, о которых я сейчас проговорил, о которых вы говорили, я имею даже стратегический нефтяной резерв, резкий уход России с нефтяного рынка, пусть временный, к примеру, для того, чтобы поиграть с ценами, может привести к тому, что мировая экономическая система сможет адаптироваться к работе без дополнительных объемов нефти. Это правда. На самом деле, европейцы показали, что, да, они, казалось бы, фантастика, да, они заплатили огромную цену за это, но они в пять раз снизился объем российского газового трубопроводного экспорта в Европу, и Европа выживает. Вот. Еще один момент в продолжении ваших вопросов. Я просто не на все ответил, Владислав Искандерович. Значит, вопрос вот 42 доллара и 80 доллара, да. Очень болезненный вопрос, и на самом деле, конечно, правильный вопрос, в том смысле, что сегодня нельзя ориентироваться на международно регистрируемые цены, поскольку это умозрительные цены, мы не поставляем нефть в Европу, и поэтому эти 42, 45, 43, это неважно. Эти доллары объективно не отражают картину реальной цены на российскую нефть, нужно переходить на другие ценовые индикаторы, но самое главное, действительно, создавать, наверное, независимые российские ценовые индикаторы. И сегодня вот Павел Владимирович об этом говорил, а я хотел напомнить, что, по-моему, я бы даже хотел задать этот вопрос всем участникам сегодняшнего семинара. Ведь существовали такие индексы, может быть, экспортного паритета в рамках СЭФ, в советский период для экспортной торговли внутри стран Варшавского договора, мне кажется, или Совета экономической взаимопомощи, мне кажется, вот к этому надо постепенно двигаться, чтобы мы создавали свою российскую финансово-логистическую инфраструктуру, основанную на российских ценовых индексах, которая бы вообще независима от западных стран, и у нас был бы свой пул покупателей российской нефти. Ну вот, мне кажется, это то, что в первой прикидке я хотел бы сформулировать, как ответ на вопрос Булацкандеровича, потому что он очень сложный. Я хотел бы одну реплику насчет газа. Вы сказали, что... Давайте дискуссию, а то я бы сейчас... Я вопрос про газ. Вы думаете, что действительно обошлись? Вопрос вам, Алексей. Как обошлись, если цена на электроэнергию в 2-3 раза увеличилась? Как они обошлись? Если в Европе будет, как обошлись? Европа дорого за это заплатила. Она же экономически развивается. Это не есть обошлись. Это значит, придется что-то делать. Вот вопрос вам. Европа делает. Европа делает и уходит, но платит за это очень большую цену. Алексей Игоревич... По-разному считать обошлись и обошлись. Лаконичный ответ, да. Так, Андрей Александрович Коноплянник. Да, это я. Да, добрый день, коллеги. Спасибо большое. У меня один короткий вопрос, наверное, к обоим докладчикам. Я точно не услышал ответа на этот вопрос у Алексея Игоревича. Я не знаю, что каких причин. Вот, может быть, просто не обращали на это внимания. И не услышал у Павла Владимировича. Но с Павлом Владимировичем там была другая сложность. Там было такое мультяшение слайдов огромное, постоянное, что попытка сосредоточиться на том, о чем он говорил, и на слайдах, да, меня отвлекло. Может быть, если вы об этом говорили, Павел Владимирович, а я это просто не услышал, прошу меня извинить. Но вопрос меня касается... Простите, что вы говорите, Валерий Ильич? Павел Борисович. А я сказал Владимирович? Ой, извините бога радио. Павел Борисович, да. Вопрос касается продажи в портфеле, покупок из портфеля. Ни тот, ни другой докладчик об этом ничего не сказали, как механизм потенциального обхода санкций. Но почему задается вопрос, все-таки я, короткую предысторию. Мне кажется, и здесь я согласен с Павелом Игоревичем, о чем он сказал, и с Булатом Искандеровичем. Разница большая между заявленной официальной ценой, с учетом всех дисконтов, да, ну, де-факто, между СИФ и ФОП, у меня вызывает тоже очень много вопросов. Потому что я понимаю, что ее можно объяснять, и мы ее объясняли, и у Алексея Игоревича это прозвучало, через линейную тарификацию. То есть через систему линейных тарифов, когда удлинение дальности, транспортировки и все остальное как бы увеличивает затраты. Но вот, я говорю, по принципу полпалец потолок, вот как Станиславский из восьмого ряда, не верю, что это может быть такая двойная разница. Тогда у меня возникает вопрос. Но ведь если у нас работают, так сказать, у глобальных трейдеров, и здесь я обращаюсь к практическому опыту уже Паула Борисовича, да, закупки в портфель, что мы наблюдаем, скажем, на рынке СПГ, тоже мы знаем, давно есть на рынке, соответственно, нефтяном. Вот эта вот тарификация уже другая. Ну, в газе это называется там система тарифов вход-выход, да, они должны давать разницу между виртуальными расчетными вот этими скидками, которые очень большие, и реальными дополнительными затратами неизменения логистики, да, которые должны быть гораздо меньше. Вот у меня вопрос. Либо я очень ошибаюсь в представлении, что и этот механизм должен быть активно использоваться, да, наверное, скорее всего, глобальными международными трейдерами, не знаю, в какой степени нашими компаниями, но можете ли вы что-то как-то прокомментировать вот на сей счет? Потому что мне кажется, вот этот вот пласт, я нигде его не видел в прессе, чтобы он где-то освещался. Рассчитывал услышать у вас, да, не услышал Алексея Игоревича, может быть, пропустил у Павла Борисовича. Если я, так сказать, говорю о том, чего не существует, да, ну, прошу меня извинить. Но если кто-то, либо вы двое, либо из присутствующих здесь может прояснить на эту тему, буду признателен. И две короткие реплики. Я, конечно, солидарен с Блацкадерычем, потому что говорить о том, что Европа выживает, Алексей Игоревич, при чем вам уважение, я не могу. Вопрос, какой ценой, да. Поэтому вот я все-таки не стал бы говорить, что Европа, да, она, так сказать, вот уход от нашего газа, так сказать, она выживает. Я не знаю, чем кончатся все вот эти вот социальные потрясения, которые там. И солидаризируюсь с вами в отношении стратегического резерва, только маленькая реплика. Я знаю, что вы с 2014 года об этом говорите. Но позвольте заметить, что еще в 99-м году, когда пришел министр Калюжный, да, и он попросил составить, значит, программу, там, основное концептуальное положение развития нефтегазового комплекса, которые меня привлекли, покойно ли все, значит, Алиса Аркадьевича Арбатова и покойного Эдуарда Вячеславовича Грушевенко и так далее. Еще в 99-м году, а может быть, даже кто-то еще раньше это делал, тогда говорили о необходимости создания, пытались разрабатывать программу создания стратегического резерва. То есть этой задачи уже четверть века. И для меня до сих пор непонятно, почему она не перешла в разряд практической реализации. И тогда это дополнительный вопрос мой и к вам, и ко всем присутствующим. В чем причина, на ваш взгляд? Потому что действительно использование и, так сказать, практическая реализация этой программы может постараться повревратить нас, это, естественно, не будет, так сказать, критическое звено, но одно из критических звеньев, из прайс-тейкера в прайс-мейкер, о чем, соответственно, говорили, соответственно, оба выступающих. Вот поэтому таких два вопроса. Один вот про портфельные закупки, да, про продажу, значит, закупки из портфеля. Второй про стратегический резерв. В чем причина, как вам кажется? Доклад закончил, точнее, вопрос закончил. Спасибо. Да, давайте Павлу Борисовичу вначале дадим первое слово. Ну да, Андрей Александрович, я бы что хотел сказать. Вот маленький факт насчет стратегического нефтяного резерва. Я всегда к нему относился настолько негативно. Почему? Объясню. Потому что у меня в свое время еще с отцом моим, а он был первым заместителем председателя Государственного комитета СССР по материальным резервам. Был разговор, там работал целый научно-исследовательский институт, который доказал, что, в принципе, это не является целесообразным. Это, я не знаю, насколько будет для вас аргументом или нет, но, тем не менее, для меня это тогда произвело большое впечатление. Вторая мысль. Можно сказать, Павел Борисович, на основе чего вот такие, ну, как бы логику, обоснования? А работал целый, ну, я сейчас не буду говорить про этот научно-исследовательский институт, при Госком резерве был и существует, мне кажется, такой институт, который, в принципе, эту идею разрабатывал достаточно давно еще. В советские времена, если я ошибаюсь, или при Косыгине, или при Соломицине. Вот. Эта идея, так сказать, она не нова, так сказать, она не 1400 год, она достаточно давно была, и в то время мы ее обсуждали в кулуарах. И я еще раз говорю, я не буду говорить, что да, вот тут я утверждаю, но я единственное скажу, что да, вот достаточно серьезный член правительства говорил мне, что эта идея была на очень высоком, серьезном уровне обсуждалась. Вторая идея, еще раз говорю, что я не буду ее утверждать, почему, потому что она была кулуарна, но это поднять можно, и, в принципе, я думаю, что было бы полезно все-таки, чтобы закрыть или продолжить эту тему. Вторая тема, вот вопрос Андрея Александровича, он, может быть, не совсем меня понял, как трейдера и как, в общем-то, человек, который достаточно давно работает в трейдинге, более 30 лет. Я предлагаю что? Я предлагаю создание спотовых хабов. Вот. Возможно, вы это опровергнете или, наоборот, подтвердите. Первый должен быть в Казьмино. Какой? У нас есть 40 танкеров, формируется. Для формирования спотового хаба нужно 4. Должна формироваться индикация цены, которая будет, ну, неким органом, я его называю российское ценовое агентство или как-то по-другому, зафиксирована. Вот. Фиксация, в любом случае, Центробанк, Сбербанк, ОСБ, Сбербанк и биржа, они противодействуют с точки зрения биржи СПБ, МТСБ. Она считает, что небиржевые индикаторы – это ее прерогатива, этого достаточно. Насколько я знаю, Центробанк то же самое. Но рано или поздно все равно будет сформирована некая организация, которая будет интегрировать все вот эти ценовые индикаторы, потому что биржа не справится, это не функционал биржи. Она должна, да, регистрировать небиржевые индикаторы, но это не является ее прерогативой, ее задачей. Вот. И, соответственно, после этого, когда будет сформирована на спотовом хабе, и не только на нем, с моей точки зрения, в будущем это будет и Мурманск, и Услуга, и Новороссийск, вот, будут уже некие, это нужно уже начинать сейчас, потому что вот дальше нам уже страшны не там Европа и Америка, а Китай и Индия, которые будут диктовать, какие цены устанавливать, и без установления своих физических объемов, спотовых хабов, которые будут давать сигналы на биржу, этого сделать невозможно. Вот все, что я сказал. Крафт. А про партельные закупки можете что-то прокомментировать? Вот мой вопрос был, собственно говоря, об этом. Я вопрос прямо скажу, да, что с маржой происходит, кому она достается. Потому что мне кажется, вот я говорю, еще раз повторюсь, что как это, вот, ну, я лучше это знаю историю с газом, знаете, характернейший пример вот истории с нашим транзитом Украины, да, есть, так сказать, расчетные затраты, а есть затраты физические за транзит, да. И вот то же самое мне представляется здесь. Вот мне, с точки зрения моего, возможно, наивного представления, кажется, что та огромная разница дисконт между ценой ФОП и ценой СИП, которая считается, исходя из предположения, что все тарифы у нас линейные, да, то есть все цепочки у нас де-факто есть как бы попарные, что у нас нет продажи в портфель, да, который дает возможность часть фактических звеньев, ну, или часть физических звеньев затратной цепочки де-факто оттуда изъять. Продажи в портфель и покупка из портфеля, да, и глобальные трейдинговые фирмы, ну, начиная со времен Марка Рича, насколько я знаю, так сказать, насколько я знаю эту историю, да, вот это, оно имеет место быть на рынке. Но никто об этом не говорит, и я это не услышал у вас. Значит, либо мир так изменился, что этого сейчас нет, либо этого нет. Да, лично я такие расчеты не проводил. Возможно, Алексей Игоревич проводил эти расчеты. Да, это можно провести. Но феномен такой есть, вы согласны, да, что феномен этот есть? Да, это есть, я с этим согласен абсолютно. Тогда возникает вопрос, кто бенефициар этого феномена, потому что я согласен, что это не могут быть только те самые трейдинговые фирмы. Здесь наверняка, пусть наши нефтяные компании меня простят, да, но никто не отменял, соответственно, закон Данинга, который цитировал Маркс. Значит, они там тоже каким-то образом должны быть участвовать все трое. Да, у нас все будет, мы сейчас завершим, вот у нас два вопроса, я вижу, мы их сейчас завершим, потом будет сессия выступления, может, будет подвести итоги или высказаться в свободном режиме. Так, Игорь Алексеевич Башмаков, если он доступен, вроде он написал, что он перезагрузился и готов задать вопрос. Так, давайте, тогда, видимо, он опять перезагружается. Вот у нас YKS, это, наверное, Юрий Алексеевич Щербанин, если я правильно. Да, спасибо, это Юрий Алексеевич Щербанин, заведующий лаборатории ИНПРАН и параллельно заведующей кафедрой нефтегазотрейдинга и логистики РГУ «Нефтегаза» имени Губкина. У меня один вопрос, один комментарий. Меня слышно, да, Валерий Валерьевич? Отлично слышно. Мне кажется, что, Павел Борисович, вам бы можно было отметить одну вещь. Дело в том, что мы выступали с инициативой о том, чтобы сделать свой отечественный бичмарк. Помните, по Дальнему Востоку. И если можно, прокомментируйте, почему наши предложения как-то не проходили. Потому что, конечно, котировать «Соколы», «Эспо», «Витязи» и прочие нефти на Дальнем Востоке, по Дубайской, это как-то не вполне укладывается в логику. Второй момент. Что касается танкеров, перевозки, перевал, как везут, за сколько, как говорят на базаре, почем это стоит, я хотел бы обратить внимание, что мы можем до посинения рассуждать. 60 долларов, там 80 долларов стоит наша нефть. Никто не видел контрактов конечных. Я не видел. И я не думаю, что кому-то из присутствующих здесь на этой встрече пришлось получить конечные контракты, посмотреть, как прошли деньги и так далее. Поэтому, ну, как заведующий лабораторий, я всегда пытаюсь основываться на том, что я видел лично и то, какую статистику я видел. Поэтому вот эти разговоры 60, 82, 102 и так далее, ну, они подвергаются всегда научному сомнению. И еще один момент, связанный с газом, Европа сейчас помрет, холод, у них там все предприятия вывезут, и там будет очень плохо. Коллеги, Европейский Союз оказался очень интересным таким политическим соперником, политическим объединением, который очень строг в своих обещаниях. Они пообещали, что уйдут от российского газа, они ушли. Они не будут возвращаться, они очень принципиальны. Да, они потеряют деньги. Но имейте в виду и следующий момент. Что касается СПГ. Вот на сегодняшний день регазификационных мощностей создано 901,9 миллиона тонн. Используется где-то 378 миллионов тонн, 3090 по прошлому году. Резерв по приему достаточно большой. Другое дело, что нужно сделать внутреннюю инфраструктуру для того, чтобы газ откачивать на предприятия. Поэтому резервы большие. Что касается будущего, Каттерс заявил, что Ноттенфилд будет разрабатывать, и в ближайшие 2-3-4 года выйдет на 100 с лишним миллионов тонн в год по СПГ и будет поставлять в Европу. Поэтому говорить о том, что как-то Европа сейчас умрет, ляжет, и вот они из-за русского газа будут терпеть какие-то убытки. Да, убытки будут, наверное, по ценовым делам. Но они очень принципиальны. Они последовательно делают свою политику. Они сказали, что откажутся от российского газа. Они это сделали. Возвращаться не будут. Взорвали три нитки. Все. Поэтому делать какие-то такие прогнозы, что вот там они вернутся, это бесполезно. И, Павел Борисович, если можно, откомментируйте, пожалуйста, мой вопрос, связанный с тем, что отчет с нашим бенчмарком. Спасибо большое за внимание. Спасибо. Мы ваше выступление насчет Европы за реплику засчитаем, в дискуссию отнесем. А вопрос-то про бенчмарк, вернее, про спот. Как я понимаю, спот и бенчмарк на Дальнем Востоке. Да, Юрий Алексеевич, спасибо, что вы акцентировали внимание именно на этой теме. Мы действительно давно занимаемся. Я считаю, что она важна, и мы к ней все равно вернемся. Другое дело, мне очень понравились коллеги и Алексей Игоревич сделали свои ремарки о том, что нужно действительно, может быть, в некой степени создавать в том числе и хранилище, и возвращаться к этой теме. Тем более тема, я считаю, достаточно актуальная. Мы ее, во всяком случае, достаточно давно, не то чтобы пропагандируем, но достаточно давно ее продвигаем. А это уже порядка, если я не ошибаюсь, 12-14 лет. Тема важна, и мы к ней вернемся, так или иначе. Потому что, еще раз говорю, что анализ и бренда, и WTI, и Dubai Oman, он показывает, что все равно России в будущем времени нужен будет свой индикативный, референтный бенчмарк, который будет приниматься. А я уверен, что эти времена наступят, что будет действительно сформирован этот индикатор, который будет приниматься рынком. Поверьте, я общаюсь с трейдерами, трейдеры достаточно позитивно воспринимают это. Если бы не некие геополитические информационные волнения, которые идут вокруг этой темы, все это было бы значительно раньше. Причем я не хочу ставить себя в это в заслугу, но я предлагал в свое время не Юрлс запускать. Юрлс он и тогда в качестве поставочного фьючерсного контракта был без перспективен. Надо было запускать именно в СТО. И у нас еще есть очень хорошие перспективы с Востокойлом и с еще одним спотовым хабом. Так что здесь я более оптимистичный. Спасибо. Так, у нас пытается подключиться Игорь Алексеевич Башмаков. У меня предложение. Если, может быть, написать в чат или... Вот, да, собственно. Давайте я прочитаю вопрос от Башмакова. Мой вопрос по другую сторону санкций. На поставке оборудования... На поставке оборудования... Так, тут у нас что-то мешается. Как это повлияет на добычу? Спасибо, Игорь Алексеевич, за вопрос. Но вы знаете, здесь как раз я не вижу каких-то фундаментальных проблем для нас. Вот недавно совсем вышел отчет, который сделали компания Яков и партнеры, бывшие McKinsey в России, которые сообщили, что у нас будут проблемы с разработкой трудноизвлекаемых запасов, доля которых в структуре запасов России растет, потому что ушли зарубежные нефтесервисные компании, располагавшие наиболее перспективными решениями в этом направлении. Опять-таки, это не совсем правда. Это в какой-то степени лукавство. Мне кажется, сам отчет немножко как бы попахивает такой пиар-поддержкой у уходящих высокотехнологичных нефтесервисных компаний. На самом деле, российская нефтянка, наверное, с 2014 года планомерно уходит от активного или стопроцентного использования исключительно зарубежных технологических решений во всех сферах. И у нас было время с 2014 года, считайте, почти 10 лет, на то, чтобы найти по большинству направлений либо альтернативу западным решениям из числа российского оборудования или, например, альтернативного зарубежного оборудования. Поэтому такой проблемы, критически значимой для России, я не вижу. Более того, на момент ухода западных нефтесервисных компаний их доля на рынке нефтесервиса составляла там немногим более 15-16%. И с учетом того, что в ближайшей перспективе все равно основной объем добычи в Российской Федерации, как это ни крути, примерно до 2030 года будет обеспечивать, в общем-то, традиционные месторождения, то особой угрозы я для России в этом направлении не вижу. А что будет после 2030 года, в том числе с объемами добычи, я тоже сказать не могу, потому что предполагать, что Россия на протяжении ближайших 20-30 лет будет обеспечивать стабильный объем добычи на уровне 530 выше или 550, я бы тоже не стал, потому что рынок меняется. И несмотря на все события последних лет, энергетический переход движется, просто он движется с разной скоростью. И поэтому я думаю, что где-то за 2030 годом и потребность в российской нефти, в том числе на зарубежных рынках, она будет другой. Спасибо. Коллеги, если вопросов больше нет, давайте перейдем к дискуссии. Соответственно, у меня также просьба, чтобы подняли руки. И первое слово я хочу дать, мы заранее договаривались, если вот он здесь еще присутствует. Александр Яковлев, короткое сообщение на 5-7, максимум 10 минут про рынок масел. Александр Александрович занимается на этом рынке консалтингами, какими-то проектами. Смысл такой, что вот за год, что произошло с этим, относительно небольшим сегментом, большой нефтяной промышленности, как отреагировала, перестроилась индустрия в рамках всех санкций. Все, что мы знаем, в массовой публике, то, что завод Shell был продан за какие-то небольшие деньги в пользу Лукойла, и то, что качество масел вроде бы как стало хуже, их тяжелее достать, они подорожали. Вот как это с точки зрения производства, качества и потребления внутри страны, вот эти процессы за год, трансформация как произошла? Да, добрый день. Расскажу достаточно коротко, тезисно, в силу ограничения времени. Но прежде всего стоит начать с того, что отечественных отраслей смачных материалов, она достаточно глубоко была интегрирована именно в мировую. То есть мы знаем, что те же масла Лукойл шли на первичную заливку Volkswagen, соответственно, в грузовики MAN. Отсюда достаточно тесная совместная работа именно даже на стадии проектирования двигателей, как там с теми же автопроизводителями, присадочниками. Соответственно, фокус тоже был на получении максимального количества одобрений, сертификации, экологические требования. Вот. И, по сути, к 22-му году мы подошли к тому, что по уровню компетенций, по уровню экспертизы отечественные винки, по сути, они не уступали мировым лидерам рынка. В 22-м году в связи с уходом брендов основная задача, она переориентировалась ровно на покрытие внутреннего спроса для понимания, в зависимости от типа смазочных материалов, на долю компаний, которые ушли, приходилось от 20 до более чем 50% локального рынка. И, соответственно, весь фокус на переналадку цепочек поставок. И 20-50% я сказал, если чуть глубже по рецептуре, то есть, что такое масло. Масло – это базовое масло плюс пакет присадок. То есть, по базовым маслам ограничения на базовые масла третьей группы и выше, соответственно, они под санкцием. А если брать по пакетам присадок, то на присадочников, ну, есть четверка присадочников, фактически, которые ушли с рынка, на них приходилось порядка 90% всех присадок с точки зрения рецептуры. То есть, на самом деле, изменения в отрасли достаточно кардинальные, весь фокус именно на переналадку цепочек поставок. Основными, соответственно, основными изменениями стало то, что пакеты присадок мы стали закупать из Китая. На данный момент, говорить о том, что отрасль стабилизировалась рано, то есть, оценочно, как бы, в новое равноместное состояние она перейдет через 2-3 года, а, соответственно, сейчас это изменение цепочек поставок, это частично параллельный импорт, это новые бренды, но на самом деле изменения, они происходят. и здесь крайне, крайне важно сейчас, соответственно, не растерять ту экспертизу, которую мы наработали, потому что очень легко можно превратиться с точки зрения отрасли, с точки зрения производства в процессинг, когда у тебя как бы есть базовое масло, которое, условно, мы покупаем, производим здесь закупные пакеты присадок, и дальше ты смешиваешь, получаешь готовый продукт. То есть очевидно, что с фокусом непосредственно на закрытие дыр также крайне важно именно иметь долгосрочную стратегию отрасли, смачных материалов и с точки зрения инвестиций и планов в отрасли, которые имеются, крайне важно уже закладывать экспорт, экспорт прежде всего в дружественные страны, в Юго-Восточную Азию, в тот же Китай, и здесь, в общем-то, у нас такой достаточно неплохой симбиоз есть, то есть у нас есть экспертиза, есть знания, у тех же китайцев все мировое производство компонентов располагается там, при том, что нет той экспертизы тех компетенций, которые есть у отечественных винков, и, в общем-то, в таком ключе у нас есть возможность именно не потерять технологическое лидерство, просто построить абсолютно параллельное лидерство в отрасли смачных материалов, которое будет направлено на другие страны. Да, у меня все коротко, если будут вдруг вопросы, готов буду точечно прокомментировать. Спасибо, я короткий вопрос задам. Что кроме инвестиций целеполагания надо? То есть, как я понимаю, китайские присадки хуже, надо самим это разрабатывать, инвестировать в эту часть или как? Китайские присадки не хуже, основная проблема в китайских присадках, две основные проблемы, это именно постоянство качества, то есть, если, опять же, с теми присадочниками, которые ушли, у них от партии к партии качество можно было не перепроверять, как бы силу увеличивавшегося рынка и необходимости производства под Россию, в моменте гуляет именно постоянство качества. И второе, опять же, то, что я вот с самого начала сказал, разрабатывая рецептуру совместно с автопроизводителями, совместно с присадочниками, работа шла на гораздо более раннем уровне. То есть, сейчас фактически мы покупаем присадки, те, которые есть. Да, уже сейчас нужно совместно именно вести совместные разработки, совместные рецептуры на гораздо более ранних этапах. Спасибо большое. Так, переходим к другим выступлениям. И вопрос можно, да, но короткий, да, чтобы мы не ушли в отдельную дискуссию по этой теме. Я отвечу на вопрос Игоря Алексеевича, значит, касающийся того, что в январе 22-го года, правильно заметил Игорь Алексеевич на слайде моем, достаточно высоки были объемы морской перевалки с судна на судно российской нефти, когда еще не было СВО и не было вот этого беспрецедентного санкционного давления. Ну, отвечу так, что на самом деле морская перевалка нефти с судна на судно это совсем такое распространенное явление, да, и на самом деле оно присутствовало всегда на рынке, просто на него сейчас мы обращаем внимание, потому что мы его используем в том числе для оптимизации нашей логистики и для обхода санкционных воздействий на нашу отрасль. А те высокие показатели перевалки, которые наблюдались в январе, объясняются следующим. Это перевалка с наших танкеров ледового класса на более простые танкеры либо в портах Дальнего Востока, либо в портах на Балтике. Сейчас география этой морской перевалки сместилась. Порты Дальнего Востока по-прежнему осуществляют перевалку примерно в том же режиме, а мы используем в первую очередь порты Средиземноморского бассейна для того, чтобы переваливать нашу нефть не только с танкеров ледового класса, но и с тем, чтобы использовать супертанкеры для доставки нашей нефти в Южную Азию и в регион Азиатско-Тихоокеанский. Спасибо. Спасибо, да. Виталий Васильевич, Вам слово. Спасибо. То, что наши эксперты стали рассуждать о причинах и следствиях изменившейся ситуации на мировом рынке нефти и газа в Европе и в Китае и так далее, это очень хорошо. То есть мы, наконец-таки, ушли от чисто информационно-политических высказываний. Но есть несколько замечаний в этом направлении, в том числе по сегодняшней дискуссии. Первое. Разговоры о том, что нам нужны какие-то нефтехранилища. А для чего? Для того, чтобы вовремя выбрасывать нужные запасы и тем самым регулировать цену? Да никогда объемы выбрасываемых ресурсов не регулировали цену. Это равно уже пора понять. Вот цена на цену влияет ожидание, но не сам по себе факт выбрасывания кризисов. Мы, слава богу, это поняли лет 10 тому назад, до кризиса, а в последний момент под влиянием того, что санкции и так далее ограничили поставки газа и нефти в разные страны, мы вновь вернулись к тому, что нам нужно регулировать объемы поставок. Не нужно регулировать объемы поставок. Самым лучшим накопителем нефти и газа являются танкера. Тот, кто владеет танкерным плотом, владеет рынком. И это сегодня наглядно продемонстрирует. Второй момент. Мне кажется, мы забываем о том, что все-таки рынок не является фактором, нефтегазовый рынок, не является фактором влияния на экономику. Америки, России и других Европейского Союза. Вы посмотрите, как прыгала цена на газ и на нефть в Америке в начале санкций в 2021-2022 годах. А никакой разговоры о рецессии, разговоры были, а никаких признаков рецессии нет. И не будет. Ожидаемый период времени. Вот. Поэтому нефть и газ это отдельно, цена на нефть и газ это отдельно, а экономика это отдельно. Мне кажется, самым важным в этой связи является фактор тот, что сегодня все-таки реальные физические поставки и ценовые изменения это сами по себе факторы, а политические факторы, которые влияют на ожидание изменений в экономических областях, это другое. Поэтому можно говорить сегодня о хеджировании, поскольку, кажется, мы почему-то забыли, что все-таки цена это определяется не реальными физическими поставками, а является финансовым фактором. И можно и нужно говорить о хеджировании как в том элементе, который заменяет собой реальные запасы нефти и газа, но не в физической плоскости, в области, а в области финансовых допустимых ресурсов. Вот, спасибо. Андрей Александрович, Коноплянник. Спасибо большое. Да, я постараюсь быть кратким. Там, где меня отрезало, еще раз повторюсь, мне кажется, сегодня в основном говорили о том, как нам реагировать на санкции и вот пути обхода санкций, пути адаптации к той ситуации, в которой нас поставили. Я хочу несколько реплик по поводу того, что нам делать дальше. И то, что нам делать дальше в условиях принципиально изменившейся реальности, где санкции являются инструментом создания этой вот новой реальности, о которой я в последнее время довольно много размышляю, пытаюсь писать, говорить. И мне кажется, это важно, потому что те вещи, которые не проходили в условиях реальности старой или были неактуальными, сейчас они требуют как минимум переосмысления. В чем заключается вот эта новая реальность? Для меня два основных главных фактора или измерителя. Первое. Значит, монополярный мир закончился, мир глобальный закончился, закончилась глобализация. Вот это мое представление. Кто-то не согласен, я знаю, есть такие, но я излагаю свою точку зрения. Закончился, причем уже некоторое время тому назад, закончился там еще с финансового кризиса седьмого-девятого года, мир распался на две части уже де-факто, заканчивается глобальный век штатов, формируются два полярных таких полушария, если можно так сказать, трансатлантическая и, соответственно, евразийская. И наша задача сейчас сделать так, чтобы на смену долгому веку США пришел не долгий век Китая, а долгий век Евразии. Значит, нам нужно участвовать в консолидации Евразии, выстраивать вот это второе полушарие уже в рамках деглобализированного мира, потому что обратно, я так понимаю, пасту в тюбик в тюбик в течение какого-то времени не загнать. Что может быть консолидирующим элементом консолидации Евразии? Энергетика в том числе, в том числе инфраструктура, инфраструктура не только, соответственно, капиталъемка, сетевая и так далее, но и логистическая и прочее, и прочее. Отсюда идея создания четырех спотовых хабов в России, которая не проходила в то время, когда был глобальный мир, все товарные рынки, все рынки биржевых товаров, все финансовые рынки были построены на основе доллара, а сейчас от этого пытаются постепенно отходить, вот тогда эта идея могла не проходить по одной группе причин, сейчас она, наверное, получает дополнительную аргументацию в пользу его создания. И вот тогда я пытаюсь рассматривать идею создания четырех спотовых хабов в России не как элемент для того, чтобы Россия стала прайсмейкер на глобальном рынке, а для того, чтобы могли организовать в рамках этого нового пространства евразийского, скорее всего, даже не только сами, а в рамках вот того самого ОПЕК+, то есть той организации, которая объединяет основных производителей, если мы говорим про нефть, это ОПЕК+, если мы говорим, соответственно, о газ, это форум стран экспортеров газа, это те энергоресурсы, про которые говорят, что веку уходит, я в это не верю, в мое отношение, так сказать, вы знаете, к тому, что сейчас называется переходом, энергопереходом на возблагаемые источники энергии, долго еще будет, соответственно, нужны нефть и газ и не только для возмещения выбытия на действующих месторождениях, гораздо дольше продлится эта углеводородная наша эпоха на базе новых технологий, поэтому выстраивать в рамках евразийского пространства более эффективную систему реализации наших энергоресурсов как основу взаимодействия с евразийскими странами, только уже не на той основе, на которой, соответственно, мы выстраивали из Европы, когда продавали свои энергоресурсы по относительно дешевым ценам, а они дальше цепочки свои выстраивали, усиливая свои конкурентоспособные позиции, и не так, как нам предлагает Китай, или предлагал до недавнего времени, что мы поставляем им энергоресурсы, а они дальше все цепочки производят у себя, я понимаю, что перед нами стоит сложная задача делать это совместно, и тогда вот эти четыре спотовых площадки у нас здесь могут рассматриваться вместе со спотовыми площадками, которые, наверное, должны будут появиться в Евразии где-нибудь в районе Персидского залива, если мы говорим о взаимодействии с Саудовской Аравией, с другими странами, скорее всего, наверное, в Китае, если есть Шанхайская биржа, которая сейчас, соответственно, активно набирает обороты, то вот какая должна быть конфигурация, вот это тема для дискуссии, но если мы говорим о спотовых площадках, значит, обязательно там должны быть большие коммерческие запасы, которые могут выполнять и функцию стратегических запасов. Ну, я достаточно хорошо, как мне кажется, знаю, я своих лекций студентам рассказываю, формирование Роттердамского, соответственно, узла, треугольника Ара, Амстердам-Роттердам-Антверкен, да, Сингапурского, соответственно, узла, там Кушенга-Вахлакомия и так далее. Без запасов, да, без коммерческих не деться. Танкера на плаву, боюсь, что это, может быть, не наш вариант. Виталий Васильевич, при всем уважении, я понимаю, что эта задачка, я вижу, несколько более, возможно, сложная, да, но вот коммерческие запасы нам сейчас нужны, видимо, не столько для того, чтобы влиять на конъюнтуру рынка и менять ее, сколько для того, чтобы здесь, я согласен с Алексеем Игоревичем, в условиях принципиально иной, и другой, принципиально другого нахождения нашей нефтяной промышленности на этой траектории добычи, да, это не растущая добыча из молодых месторождений. Это, в основном, соответственно, добыча падающая, то здесь, скорее, коммерческие запасы нам могут оказаться полезными для абсорбции, да, той добычи, которую нельзя прекращать, чтобы не загубить месторождение. Это лишь такие, как бы, некоторые наброски. То есть, они, скорее всего, нам должны здесь будут пригодиться. Да, тогда возникает вопрос, как нам организовать, там, скажем, портфельные закупки, так сказать, продажи и так далее, и неизбежно высекает тогда вопрос о взаимодействии эффективном государства и нефтяных компаний. Потому что пока, насколько я понимаю, да, интересы нефтяных компаний отдельных доминируют, и они готовы те задачи, которые стоят перед государством как собственником недр, да, ведь в конечном итоге государство, давая пользование временное, на платной основе свои природные ресурсы нефтяным компаниям, да, оно требует максимально эффективной их монетизации взамен, и я так понимаю, что здесь, так сказать, говорить о равновеликости этих двух игроков сегодня, ну, наверное, здесь есть, так сказать, резервы для дальнейшего взаимодействия. Поэтому, если мы говорим о формировании нового бенчмарка, да, то, безусловно, это должна быть, если мы выходим на внешний рынок, да, работа уже консолидированная. Государство и нефтяных компаний по нахождению оптимального места в Большой Евразии, условно говоря, нашего бенчмарка, наряду, там, скажем, с бенчмарками, которые могут появиться на этом же пространстве, там, в Китае, в Шанхае, да, где-нибудь на Ближнем Востоке, да, наш Петербург, вот то, что было показано как раз у Павла Борисовича в, значит, его слайдах. То есть, вот, с моей точки зрения, вот, в рамках формирования нашего нового места в деглобализированном мире, в евразийском пространстве, в качестве одного из, ну, коренников, скажем, в той упряжке, которая должна состоять из нас, там, Китая, Индии, там, Саудовской Аравии, там, не знаю, Индонезии и так далее. Вот задача реорганизации нашего присутствия на рынке, она приобретает несколько другой контекст, чем наша попытка некоторое время тому назад, да, когда все-таки мы рассматривали свое участие в глобальном мире, вписаться в своей нефтяной отрасль, да, в систему мирохозяйственных связей, где все построено на основе доллара. Сейчас от него, да, это будет тяжелая дорога. Долгий, извилистый, соответственно, путь уходить от доминирования доллара в сырьевых товарах, причем были прецеденты, когда мы пытались это делать, это не получалось, там, 70-е годы, там, привязка к специальным правам заимствования, там, корзине валюты и так далее. Но сегодня это стал уже объективный процесс, да, и там взаимоотношения между Кидаем и Саудовской Аравией, там, решения от 9 декабря прошлого года, да, там, ну, и многие другие вещи, не буду вдаваться в эти детали, все это говорит о том, что стоят многие вызовы, причем общие вызовы, и для нас, как крупнейшего производителя, да, и для, скажем, стран Ближнего и Среднего Востока, как для крупнейших производителей, ну, там, может быть, даже вызова другого совершенно свойства. То, что арестовали наши 300 миллиардов, да, это звоночек для всех, что привязка к доллару, она чревата, да, то, что, соответственно, для Китая, как для, значит, страны, которая пыталась, скажем, во многом развивать дальнейшее свое видение на основании, там, один пояс, один путь, где нам была уготована роль, там, скажем, транзитного звена между Китаем и рынком Европейского Союза, сейчас эта связка разорвалась из-за того, что, так сказать, все-таки Европу, штаты целенаправленно разрушают, и это будет уже другая Европа, да, они выживут, да, но это будет не тот рынок, на который, соответственно, Китай рассчитывал в начале, значит, реализации вот этого своего, значит, партнерства, да, это означает, что у нас есть объективная возможность сегодня в сложных, многосторонних переговорах на евразийском пространстве пытаться выстраивать для себя не только общее, видимо, взаимоприемлемое для всех стран, но и свою новую оптимальную нишу, да, для своего энергетического сектора, и тогда вопросы, о которых мы сегодня говорили в контексте преодоления санкций, они должны приобретать несколько новое звучание, и поэтому, вот, собственно, завершая свою, значит, ремарку, папа с моей ремарки заключается в следующем, что вот нам нужно посмотреть, как нам в рамках вот этого разделенного мира, в рамках евразийского пространства те идеи с четырьмя сводовыми хабами, с коммерческими запасами, с новым бенчмарком, да, да, и так далее, и тому подобное, как нам можно встроить не в доминирование и не навязывание интересов, да, вот на этом очень большом пространстве. Вот, собственно, на этом я хотел бы свою ремарку и закончить. Поблагодарив еще раз за саму возможность, вот, Валерий Ильич, это уже вам, да, организации такого, с моей точки зрения, очень важного, нужного и своевременного заседания. Спасибо. Спасибо. На самом деле, так, у нас есть еще выступающие, у нас есть реплика от Игоря Алексеевича Башмакова, я ее зачитаю, если выступающих нет, то я подведу итоги, но на самом деле, за меня это сделал только что Андрей Александрович. Мне кажется, очень качественные доклады с отличными рекомендациями, то, что вот предлагаю, если есть возможность, желание, присылайте статьи в наш журнал «Проблемы прогнозирования». То есть, вот, я всегда, когда рецензирую, там, обращаю внимание на то, что в конце, там, хорошая аналитика или прогноз – это окей, но нужны меры политики. Вот здесь прозвучали эти предложения от себя, да, там, некоторые свою позицию скажу. Мне представляется, вот, подход, который Андрей Александрович сказал, он правильнее, да, чем пытаться, действительно, давлеть своей волей, да, и так далее давить. То есть, нужна гибкость, и эта гибкость, как раз, вот эти инструменты, там, свой спот, да, свой бенчмарок. Вот была названа цифра, один миллиард долларов стоил флот, это 100 танкеров, я так прикинул, это 20-25 миллионов тонн нефти. Это танкера, которые, да, пускай бушные, но, тем не менее, там, двигатели есть, там, еще что-то. Закопать в земле эти же железки, да, то есть, в принципе, не такие большие деньги, чтобы создать вот это вот нефтяное хранилище, по крайней мере, риски от изменения цен, которые унесет наш бюджет, даже, да, там, наши компании, они там гораздо сильнее, и вот в тех условиях, которые мы обсуждали, возможно, это элемент для нашей нефтяной, то есть, мог быть, ну, достаточно сильный. Да, есть некоторые, я могу свою оценку сказать, да, там, которые, там, в основном, там, на общении, там, может быть, там, с трейдерами, на то, как я понимаю, да, ситуацию с торговлей нефтью, действительно, вот эти вот низкие цены, которые, низкие цены ФОП, да, это не выигрыш покупателя, который, там, покупает по более дешевым ценам из-за того, что на России подверглись санкциями, это возникает прослойка, которую, действительно, традиционная маржа нефтетрейдеров международных, которые покупали российскую нефть, она возросла, возросли затраты на логистику, то есть повышенная премия появилась логистика и страхователю, но и возросла премия посредникам, которые помогают совершать эти сделки, и я полагаю, что сейчас она всегда, и в том числе, часть этих премий остается в компаниях, которые или управляются, или, там, принадлежат, там, российским гражданам, там, менеджменту, или владельцам нефтяных компаний, и это объект, для исследований, для налогообложений, это даже, там, может быть, делать не столько публично, да, или, там, не обязательно с давлением ФСБ, или, там, финмониторинга, или, там, других структур, но логика такая, то, что это прибыль, которая, вполне возможно, там, и в офшорах, если, да, идет, там, на цели совсем, ну, то есть, по сути, из бюджета изымается, да, идет, там, на любые другие цели, это неправильный подход, и то, что Минфин, да, год думал, и, вот, там, недавно ввел, там, новые правила, которые не факт, что решают вопрос, это, конечно, там, очень некачественная работа, у нас хвалят финансовые власти, то, что, как бы, вот, с санкциями поборолись, но, мне кажется, такое долгое решение, достаточно очевидной проблемы, да, которая возникла, дисконт, он появился с весны прошлого года, такое медленное решение, оно, вот, некачественная работа Министерства финансов, и еще один момент, насчет гибкости, который сегодня не прозвучал, мне представляется, что, и, вот, одно из решений, снижения зависимости от Китая, от Индии, это строительство транспортной инфраструктуры через Иран, то есть, там можно строить, да, там, с минимальным числом стран-транзитеров, и, вот, усиливать вот это направление, да, и тогда там возникает усиление периодной позиции для общения с Индией и Китаем, при этом, мне представляется, что там можно, нужно пытаться задействовать все возможные варианты через Азербайджан, через Казахстан, Туркменистан, и, может быть, обсуждать о том, что настало время через Каспийское море, там, трубопровода прокладывать, то есть, вот, направление силей на это направление, мне кажется, это то, что, ну, условно, там, на единицу затрат даст максимальный эффект, и в финансовых, экономических вариантах, да, и с точки зрения, там, переговорной позиции, и с точки зрения диверсификации, если вернуться к аналогии о том, что одни там вводят санкции, другие пытаются обойти, да, то та гибкость, которую может сдать вот это взаимодействие, она там обрубает, там, условно, несколько потенциальных пакетов санкций. Так, я на этом заканчиваю, если надо дать ответное слово, можно просто ограничиться, там, словами благодарности, да, либо ответное слово нашим докладчикам. Да. Спасибо большое за, во-первых, возможность выступить на сегодняшнем семинаре, я сегодня крайне доволен его результатами, не столько с точки зрения того, что мне удалось поделиться своими мыслями с уважаемыми коллегами, хотя это очень важно для меня, но в том, что мы в процессе семинара, мне кажется, получили некое новое, ну, какое-то новое знание. На самом деле, вот мы попытались структурировать определенные вещи, связанные тем же с стратегическим нефтяным резервом, с повышением гибкости, с формированием российского бенчмарка, с хабами. Это уже формируется, мне кажется, интересная идея, причем идея с неким механизмом, который можно воплощать в жизнь. Мне кажется, это очень интересно, и я очень рад, что в рамках нашей дискуссии рождается содержательное зерно, которое потом можно, мне кажется, продуктивно использовать на благо нашей страны. Спасибо. Павел Борисович, вы как, скажите нам, что там? Я также хотел поблагодарить коллег, мне очень было приятно, и Алексея Игоревича, и Конопляника Андрея Александровича, то, что он поддержал идею четырех спотовых хабов. Это идея, которая, в принципе, достаточно давно уже, мы ее обсуждаем и говорим, потому что нужно создавать именно свои бенчмарки на этих четырех хабах, которые позволят нам действительно шаг за шагом выйти на некие ценовые уровни, и уже от них считать все ценовые индикаторы внутри России. Без этого мы не сможем просто производить расчеты. И второе все-таки, моя идея не до конца прозвучала, насчет создания некоего ценового агентства, я его называю российское ценовое агентство, но я думаю, что в будущем эта идея будет услышана. Почему? Потому что это не некий новый административный орган, это организация, которая должна объединять прежде всего все внебиржевые индикаторы, которые... Биржа формирует биржевые, нужны внебиржевые индикаторы. А так, всем спасибо за обстоятельную дискуссию. Докладчиков, коллеги, до следующих встреч, до свидания.